Думаю, первое, что нужно спросить, как у тебя дела? Все отлично. А что именно отлично? Что хорошего у тебя сейчас происходит? Ну, сейчас я работаю над созданием нового выпуска стендап-комеди, то есть прямо сейчас я пишу материал для следующей передачи на Нетфликс, которая стартовала еще в октябре, чему я очень рад. Теперь можно немного расслабиться, потому что создавать передачу обычно очень тяжело. И как это обычно происходит? Я много пишу, много выступаю, много читаю, пересматриваю написанное, изучаю материал, смотрю, что мне нравится, а что нет. Это долгий и тяжелый процесс, с одной стороны он очень приятный, но на самом деле это самая сложная часть создания стендапа. И сколько времени необходимо, чтобы получился один час стендап-шоу? Ты прикидывал? Да, хороший вопрос. Я делаю примерно 10 минут шоу в месяц, около того. Так что на 6 месяцев у меня приходится один час шоу. И за это время я делаю в среднем 8-9 вариантов сценария. 8-9 вариантов получасового материала, иногда 15-минутного материала, иногда часового целиком, но это зависит от того, сколько еще людей участвует в шоу. А затем многочасовая писанина. А эти варианты ты каждый раз прогоняешь перед живой аудиторией? Да, да, иначе никак. В этом уникальность стендапа. Его невозможно написать в вакууме. Он должен быть живым. Он должен опробоваться на публике. Конечно, я могу написать сценарий за закрытыми дверями, подумать над материалом, поправить, может быть, что-то. Все это хорошо, но пока я не сыграю его на публике, шоу не живет. Да, пожалуй, не так-то просто понять, что на самом деле смешно. Всегда надеешься, что люди рассмеются. Да, совершенно верно, но есть еще кое-что. Нужный настрой у меня появляется только перед публикой. Можно попробовать воссоздать его в одиночку, но это будет фальш. Я не пишу шутки, по крайней мере, в том виде, в каком воспроизвожу их на сцене. Я пишу нечто вроде общей концепции. Сначала текст как эссе, а потом беру из него то, что, на мой взгляд, будет смешным. Шутки сами прокладывают себе путь. И это происходит только перед публикой. Только тогда я начинаю понимать, что мне сказать, а чего не говорить. Отчасти это связано с откликом людей. Отчасти с моим собственным восприятием выступления. Я начинаю чувствовать, что именно заводят зрители. Я начинаю экономить слова, решаю, что вырезать, над чем еще поработать, что публика не совсем поняла, а что описано, может быть, слишком подробно. Все это всплывает только на сцене. А эти эссе, или как ты их называешь, затрагивают серьезные темы? То есть это философские рассуждения? Или ты фиксируешь что-то смешное, или свои мысли на разные темы? И то, и другое. Мне кажется, стендап-шоу, по крайней мере, в моем понимании, проходит три стадии. Сначала ты просто хочешь, чтобы людям было смешно. Тебе надо этого добиться, и тебе страшно. Так поначалу чувствует себя комик. Затем ты показываешь людям то, что тебе самому кажется смешным. То, что рассмешило бы тебя самого. А на третьей стадии ты уже пытаешься представить в смешном виде какие-то идеи. Пытаешься метко выразить какую-то мысль, которую человек не воспринял бы без юмора. Когда я пишу о чем-то, неважно о чем, я не стараюсь, чтобы каждое слово или каждое предложение было смешным. Я просто записываю свои мысли на тему. А затем, по ходу дела, нахожу смешные моменты и все то, что составляет суть самого шоу. Сколько смешных моментов получается на сцене просто экспромтом? Иногда больше, иногда меньше. Лучшие реплики у меня всегда получались уже на сцене. В процессе обычного разговора о том, о сём и так далее. Понимаю, должно быть это, когда ты попадаешь в тему и публика тебе отвечает. Да, да, именно так всё и происходит. Непростое это дело? Да уж, дело и вправду непростое. Если ошибёшься, то опозоришься, это эмоциональное потрясение. Да, это хуже всего. Пожалуй, нет ничего страшнее, чем пытаться быть смешным. Особенно, если ты потратил 100 часов на подготовку одного часа, а ты тратишь больше, и обнаружить, что никто не смеётся. Звучит просто ужасно. Хуже, чем ты думаешь. Сколько у тебя уже передач на Netflix? Три. И сейчас я работаю на четвёртой. Но всего я отснял 9 часов комедийных передач и видеовыпусков. И как это, работать на Netflix? Отлично. С ними очень легко. Это хорошо. Да, у них нет ко мне никаких замечаний. Они взяли меня, и, к счастью, я попал к ним тогда, когда уже был состоявшимся комиком и хедлайнером. К тому времени я выступал уже десятки лет. Мне повезло, что я уже был подготовлен. И когда мы подписывали первый контракт, они просто хотели, чтобы я делал то, что у меня лучше всего получается. Но делал это у них. Мне легко, а им нравится. Это не требует от меня почти никаких усилий. Хорошо, то есть они просто не мешают твоему успеху. Да, им нравится то, что я делаю. Что-то типа «продолжай» в том же духе. Они понимают, что я и так буду стараться. Есть комики, которые делают шоу ради денег и славы, и выдают немного сырой материал. Но я так не могу. Это испортит мне репутацию, да и всю работу. Так что я сам заинтересован в том, чтобы делать все хорошо. Круто. Я видел твое шоу на Нетфликсе. Оно чертовски смешное. Спасибо. Тот небольшой скетч про Кардашьян. Это было убийственно. Спасибо. Я очень долго пытался понять, как сделать его смешным. Но, боже, у тебя получилось. Я чуть со стула не упал. Было здорово. Я подумал, боже, неужели он дойдет до того, что... Ох, черт, он пошел даже дальше. Когда видишь такую невероятную отвагу на сцене, понимаешь, как это круто. По тебе и вправду видно, как рождается шутка. Я смотрел Сару Сильверман. У нее иногда загораются глаза, будто она думает, сказать или не сказать. И таки говорит. И человек думает, неужели она это сказала? Да. Но, черт, это дико смешно. Да, и я думаю, она лучшая из всех женщин стендаперов на сегодня. Она работает на грани фола. Это точно. Да. Она темная лошадка. Да. Значит, шоу на Нетфликс идет отлично. Тебе нравится? Да. Мне нравится. А что именно? Ну, нравится риск, трудности. Нравится, что шоу полюбилось людям. Что мне удается в буквальном смысле поражать их. Я люблю людей. Они сядут, посмотрят мое шоу, и им станет легче. Они посмеются. На какое-то время отойдут от своей мрачной рутины, от проблем, от всего, что сейчас происходит в их жизни. Слава Богу, на свете существует комедия. Она необходима так же, как музыка. Согласен, это то, что вдохновляет. Ты же знаешь, что в некоторых университетах сейчас запрещен сарказм. И это просто уморительно. Боже, только представь, я не продержался бы и минуты. Понимаю. Сарказм — это типа микроагрессия? Именно. Да. Но это не настоящий сарказм. Настоящая — это макроагрессия. Я думаю, когда в будущем люди станут вспоминать наше время, они будут смеяться до упада. Примерно как когда мы смотрим на людей из прошлого с их нелепым этикетом и напудренными париками, и наши потомки будут думать примерно следующее, типа «Боже, что это было?» Надеюсь на это. А я в этом не сомневаюсь. Надеюсь. Значит, в будущем мы станем более разумными или, по крайней мере, сойдем с ума по другому поводу. Лично я понимаю, что вслед за этим грядет новое безумие. Думаю, нынешнее помешательство настолько очевидно и ярко выражено, что теряет свою эффективность. Негативная реакция на всю эту безумную риторику и поведение даже более популярна. Сейчас гораздо интереснее выяснять, насколько нелепы некоторые люди. Знаешь, когда наблюдаешь за тем, что творят антифашисты в Польше, они блокируют дороги, указывают людям, куда идти и что делать, и сбивают несогласных и называют их белыми шовинистами, если те не придерживаются их мнения. Все это сумасшествие. Ситуация уже вышла за рамки, но они продолжают распаляться, продолжают нападать на людей, которые, по их мнению, недостаточно прогрессивны. Они рубят сук, на котором сидят. Со стороны, с точки зрения тех людей, которые не разделяют их идеологию, это выглядит все более и более нелепо, это выводит из себя, и недовольство только нарастает. Я уверен, что будет взрыв. Чего ожидать от этого взрыва, и каковы будут последствия, вот вопрос. Верно. Будем надеяться, что удар можно смягчить, и посадка не будет слишком уж жесткой. Да. Я вот подумал, что на каждой нашей встрече мы в основном говорим обо мне, и мне это порядком надоело, это длится уже больше года. Может, в этот раз поговорим о тебе? Мне интересно узнать побольше. Ты такой странный персонаж, в хорошем смысле этого слова. Поэтому давай начнем сначала. Я мало знаю о тебе. Где ты рос? Ну, в детстве я жил в разных местах. Родился в Нью-Джерси, жил там до семи лет. Мама ушла от отца и вышла замуж за моего отчима. После этого мы переехали в Калифорнию и жили в Сан-Франциско, пока мне не исполнилось 11 лет. А потом переехали во Флориду. Отчим учился в университете во Флориде, в Гейнсвилле. И с 11 до 13 лет мы жили там. Затем переехали в Бостон, где я прожил еще 10 лет. Именно там я и рос, когда меня спрашивают, откуда я и обычно думаю о Бостоне. Там я начал заниматься стендапом, а это много значит для меня. И там же я начал участвовать в боях, когда занимался боевыми искусствами. Все самые важные события моей жизни произошли именно в Бостоне, в период моего взросления. Сколько тебе было, когда вы переехали в Бостон? 13 лет. 13. И сколько ты там прожил? 11. 11 лет. Ого, это много. Да. Где вы жили в Бостоне? Ньютон. Ньютон Апер Фоллс. Это пригород. Ага. Новая Англия – милое местечко. Да, да. Мне очень нравится. Мне тоже. Там живут люди с хорошим чувством юмора. Как в Торонто, только не нужно терпеть эти жуткие зимы. Хотя я думаю, они закаляют характер. Забавно вспомнил, как я переезжал в Бостон. Я жил сначала в Альберте, потом в Монреале. В Монреале ужасные зимы, а в Альберте и того хуже. Я впервые приехал в Бостон на интервью в феврале. Было ощущение, что там весна. Да, я даже пальто не надевал. Забавно, мы годами жили в старом доме рядом с парком. Нас обдували северо-восточные ветры. Они были как ураганы, и сугробы наметало по три фута. Помня, как это было в Канаде, я думал, боже, лучше не высовываться, иначе замерзнешь до смерти, как только нос высунешь. Я выходил, температура была около 34 градусов. Мне казалось, что все 40. Жуть в общем. Но бостонские зимы, если не считать снег, их и зимами ты не назовешь. Это такие зимы, когда хочется снежка, и радуешься ему. Они такие, когда боишься окоченеть до смерти. Да. В том, что касается зимы, канадцы как из другого измерения. У меня есть несколько хороших друзей из Альберта, и когда приезжаю туда, хочется воскликнуть «Вот это да!» Точно. Куда ты ездишь? Они живут неподалеку от Эдмонтона, в двух с половиной часах езды. Где? Слушай, вряд ли тебе о чем-то скажет название города. Я езжу туда охотиться на медведей. Ну да, это же основная отличительная черта медведей. У них мех есть. А у людей нет. Поэтому жить там невозможно. Да, уж два с половиной часа езды к северу от Эдмонтона зимой. Если выйти на улицу в плохой день и долго не возвращаться, можно и замерзнуть насмерть. Да, или гризли утащат. Да, именно. К такому нельзя относиться. Легкомысленно. Когда мы ходили в походы, особенно в Британской Колумбии, мы всегда опасались встречи с гризли. Страшно даже, когда черный медведь бежит за тобой. А он хоть и в три раза меньше гризли, все равно кажется огромным. Это ведь медведь, не домашняя кошка. Так вот, если такой гонится за тобой, можно притвориться мертвым. И он отстанет. А если прикинуться мертвым перед гризли, он тебя просто сожрет. Ну, если с ним драться, он все равно сожрет. Может, пару раз стукнет перед этим, а может и нет. Это один из походных страхов. Представь себе, большинство людей становятся жертвами черных медведей. Если они нападают, то в основном потому, что хотят вас съесть. Когда нападает гризли, обычно это происходит по ошибке или со страха. Ну, или он, правда, очень голоден. Да, черные медведи такие. Нападают в основном старые особи. Да, да. Они просто не могут поймать нормальное животное, поэтому довольствуются тщедушной арктической обезьяной. Да, это от отчаяния. Итак, Нью-Джерси. Что ты о нем помнишь? Ну, слушай, не спрашивай. Там я ходил в католическую школу, и это было жуть. Мы жили с родственниками, и я помню это этническое итальянское окружение, и каково это было. Это было как в «Клане Сопрано». Если ты видел этот сериал, то ты точно поймешь. О, да. Это очень типично для Нью-Джерси, и я немногое помню с того времени. Я был слишком мал, когда мы переехали. У тебя там еще остались родственники? Дядя. Даже двое. Они там живут, да. Вы видитесь? Я много лет их уже не видел. То есть от Нью-Джерси остались в основном приятные воспоминания? Ну, до семи лет это, почти младенчество. Но это был не самый спокойный период в моей жизни. Родители постоянно ругались, поэтому, когда мы уехали из Нью-Джерси, я скорее испытал облегчение. И в это же время твоя мама ушла от отца, так? Да. Вы общаетесь с отцом? Нет. Я ни разу не разговаривал с ним с тех пор, как мне исполнилось семь. Но он жив? Да. Его зовут Джо Роган, как бы странно это ни звучало. Ха. Ты вспоминаешь о нем? Нет. Нет. Я понимаю, прошло много времени. Ты помнишь, каким он был с тобой? Ну, он был добр ко мне, но не к маме. Они очень плохо ладили. Хорошо. Вы переехали из Нью-Джерси в Калифорнию? Да. А где вы там жили? Мы жили в Сан-Франциско. Это было интересное для меня время. Шла война во Вьетнаме, и был биг движения хиппи. Мой отчим как раз был из хиппи. А мой отец работал офицером полиции в Нью-Джерси. О, да. Да. Сначала ты жил с копом, довольно брутальным парнем, а потом с длинноволосым хиппи, который был за мир и любовь во всем мире, и был студентом архитектурного факультета. Это абсолютно разные миры. О, да. Да, совершенно разная атмосфера. Да уж. К тому же нас окружало много геев. Вокруг Хейт Эшбери было много хиппи, курильщиков, травки, настоящих прогрессивных мыслителей, чудаков и тому подобных. Мы жили недалеко от Ломбард-Стрит. Это был настоящий классический Сан-Франциско 70-х. Ты сказал, что тебе было 7? Да. В каком году тебе исполнилось 7? Ну, думаю, это был 74-й, если я родился в 67-м. Да. Ты моложе меня на 5 лет. Да. То место, где вы жили, было такое хипповое. Да, да, там было очень интересно. А затем мы переехали во Флориду, которая была полной противоположности. Там я первый раз услышал слово на N. А тогда я не знал, что оно значит. Я спросил у мамы, и она расстроилась. Она думала, что я знаю значение этого слова. Я просто издеваюсь. Но я сказал, нет, я не знаю, что это значит. Объясни мне. И она сказала, что это плохое слово, которым называют чернокожих. Я ответил, что правда? Понятно. Но я постоянно его слышал. А до этого я прожил до 13 лет... Простите, до 11 лет в Сан-Франциско, и ни разу его не слышал. Никогда. Где вы жили во Флориде? Мы переехали в Гейнсвилль. Там был университет штата Флорида, где мой отчим изучал архитектуру. А потом уехали в Бостон, чтобы он смог перейти в Бостонский архитектурный центр. Поэтому мы перебрались туда. Твои мама и отчим до сих пор вместе? Да, да, они вместе. Вы видитесь? Постоянно. У них отличные отношения. Совсем другие. Они всегда вместе. Они прекрасно ладят друг с другом. Они стали для меня примером взаимоотношений. Сначала я видел худшую модель, а потом лучшую. И я решил, что хочу как о ней, понимаешь? Да, отличный выбор. Выбор в пользу второй модели свидетельствует о мудрости. Да. Тебе это помогло? У тебя сложились отношения? Да, у меня замечательная жена. Мы отлично ладим. А как долго вы женаты? Почти 10 лет. 10 лет. У вас 2 или 3 дочки? Да, 3 девочки. Да, точно, 3 девочки. Две маленькие, одна чуть постарше. Точно, я помню. В специальном выпуске, о котором я говорил, ты жаловался, что вокруг тебя сплошное женское царство. Да. Да, и это удивительно. Но думаю, это и помогает мне находить баланс, так что, пожалуй, это и к лучшему. Да, это пока. Подожди, когда они станут тинейджерами. Вот тогда точно будет интересно. Да, это точно. Как ни странно, мне нравится общаться с тинейджерами. В нашем доме есть хорошее правило. Дети часто приводят своих друзей. Так забавно. Мои дети, будучи подростками, приводили своих друзей, и те всегда побаивались меня. Спустя месяц, когда мы знакомились ближе, они немного пообвыклись. А в итоге и вовсе начинали больше бояться мою жену. И это было забавно. На первый взгляд, она не выглядела грозной. Она достаточно мягкий человек, но не прощает ошибок. Можно сказать и так. У нас было очень хорошее правило для подростков, которое они знали. Мы очень рады, что вы пришли, но если вы сделаете какую-нибудь очевидную глупость, мы больше никогда с вами не увидимся. Это хорошее правило. Очень хорошее. Да, хорошее. И они знали, что так и будет. Поэтому дети могли приводить друзей, они веселились в пределах разумного, и иногда даже сверх этих пределов. Но границы безудержному необоснованному веселью все же были всегда. Отлично сказано. Никакого безудержного необоснованного веселья. Супер. Да, это уже было слишком, и еще у нас был хороший наркоконтроль. Как это? Это хорошо работало, а правило было таким. Знаешь, я понимаю, что ты будешь экспериментировать. Они ходили в художественную школу, думаю, один из старших курил травку, а другой пробовал. Ну, это были неизбежные эксперименты. У меня было такое правило. Лучше мне этого не знать, иначе будешь выглядеть идиотом. Поэтому, если пробуешь, справляйся с этим сам, а в противном случае ты просто позорник. И это действовало. Я это хорошо обдумал. Существует литература об экспериментах среди подростков, криминальных экспериментах, преступных, с мелкими правонарушениями, куда входит и употребление наркотиков. В любом случае, получаете патологию. Те, кто каждый день курит травку и постоянно принимает наркотики, заканчивают плохо. У тех, кто не принимает и никогда не экспериментирует, тоже все не очень хорошо. Они, как правило, становятся зависимыми и тревожными. Дети должны немного нарушать правила, а вы корректировать эти правила. А какое правило для установления правил? Не нужно быть большим глупцом, чем это действительно необходимо. Лишь в таком случае вы не скомпрометируете себя. И в этом, думаю, кроется самая большая проблема. Основное правило для подростковых экспериментов не испортить себе будущее. Точно. Да, суть в этом. Больше всего я боюсь опиоидов, потому что они, без преувеличений, смертельно опасны. Да. Никто еще не умер от травки. Крайне редко случается, что кто-то подвергает свою жизнь опасности под воздействием травки или грибов. Я боюсь наркотиков, которые могут убить напрямую. Больше всего я боюсь таблеток, которые могут предложить моим детям. Особенно учитывая то, что производители опиоидов выпускают все более сильнодействующие препараты. Я этого не понимаю. Можно подумать, оксикодон был недостаточно сильным. Но позже они выпустили фентанил, а теперь разрабатывают что-то еще позабористее. Странная гонка вооружений, да? Одним из неожиданных последствий запрета наркотиков стало то, что появились все эти химики, которые делают вариации всех известных психоактивных веществ. Теперь вместо десяти препаратов, вызывающих привыкание, серьезные проблемы могут вызвать все триста. Точно. И вряд ли мы все от этого выиграли. Нет, точно не выиграли. Это пугающе и отвратительно. Наконец-то начали привлекать некоторых из этих парней к ответственности. Их арестовывают, судят. Некоторые из производителей годами пичкали людей подобной дрянью. И это рекомендовали и прописывали врачи. Такое вот сложное время. Когда моя дочь заболела, ей было шесть. И это была... Агония будет правильным словом. Почти два года она ходила на сломанных ногах. Впрочем, ты знаешь ее историю. Да. Врач в медклинике, лечивший артрит, прописал ей только анацин. Самая легкая из болеутоляющих. И это было похоже на попытку убить гризли мухобойкой. Ей не помогал этот препарат. мы нашли семейного доктора, который осмелился прописать ей оксикодон. Это были не шутки. Первые пару недель, когда она начала принимать оксикодон, она была будто пьяная. Мягко говоря, это выглядело странно, но еще и очень пугающе. Но, по крайней мере, это сняло боль. И мы стали давать ей оксикодон вместе с риталином. Очень странное сочетание, потому что оксикодон успокаивает, риталин стимулирует, а вместе они оказывают синергическое действие и снимают боль. Мы смогли контролировать ее боль, чтобы она не свела ее с ума за эти два года. А после того, как ей сделали операцию и вылечили ноги, она перестала принимать опиаты и познала все прелести абстинентного синдрома. Ночами она обливалась потом, у нее было ощущение, что под кожей ползают муравьи, но она смогла пережить эту ломку и больше никогда не прикасалась к опиатам. Она их ненавидит, говорит, что от них ощущение, будто ты уже умер. Интересно слышать такие жуткие истории, потому что если вы попробуете опиаты, то подумайте, что вас облапошили. Они вызывают эйфорию, но многим она не нравится. Лишь небольшой процент людей любит эти ощущения. К тому же всегда существует опасность передозировки, о которой ты говорил, и это пугает. Надеюсь, твои дети достаточно разумны, чтобы держаться от таблеток подальше. Надеюсь. Приходится беспокоиться о влиянии друзей и сверстников. Да, это точно. Самое сложное с подростками то, что все им говорят, почему ты поддаешься влиянию сверстников в подростковом возрасте. Да потому что ты подросток. Ты отрываешься от семьи, бросаешь даже своих друзей из начальной школы и присоединяешься к более масштабной социальной группе. Твоя задача подстроиться, но не настолько, чтобы затеряться. Ты должен подстроиться под племя, под группу, научиться взаимодействовать с ними, и, конечно, на тебя оказывают давление сверстники. Но сложно отличить социализацию от давления, они тесно связаны. Хорошо. Ты переехал во Флориду и выучил слова, которых не знал. Какова была Флорида для тебя? Вы там прожили всего пару лет? Флорида — это странное место. У меня все еще смешанные чувства по отношению к ней. Это земля потерянных людей. Они сбегают туда от всего, что только можно представить. Билли Корбен, режиссер документальных фильмов, снявший «Кокаиновые ковбои» и множество других замечательных документалок, живет именно во Флориде. Мы каждый раз говорим о том, какая Флорида странная. Это место, куда можно сбежать. Сбежать от жуткого холода северо-восточных зим или... О, боже мой, у меня садится батарея на телефоне. Так, мне нужно отключить наушники и вставить зарядку. Это займет пару секунд. Сейчас все сделаю. Так. Вот, я думаю, что Флорида удивительно дурацкое место. Да, странно. Да, именно. Что меня поразило в Соединенных Штатах, так это то, как они во что бы то ни стало хотят отличаться от Канады. Хотя, по сути, американцы видят только одно отличие США от Канады, а именно жуткий мороз по полгода. Многие места в США похожи на съемочные площадки. Они очень стараются не выглядеть тем, чем на самом деле являются. Так и Флорида. Да. Это очень странное место для посещения. В основном эти города не старые. Хоть большинство пляжных городов и выглядят как настоящая старая Флорида, но они не настоящие. Это фальшивая утопия именно для таких людей, которых вы описываете. Не то, чтобы там было совсем уж невыносимо. Прекрасная погода, хороший пляж, отличное место для жизни. Но есть в них что-то напоминающее курорты. А во всех курортах есть что-то фальшиво нереальное. Не знаю, что именно. Что-то вроде детской фантазии. Кажется, что хочешь этого, пока не начинаешь задумываться об этом всерьез. Да, я всегда повторяю. Если хочешь умереть с голоду, открой книжный магазин в Майами. Ха-ха. Так и есть. Там не читают. Это странное место, где все ходят по вечеринкам. И это как-то ненормально. очень странно. Хочу тебя предупредить, что у тебя прямо из головы бьет луч света. Здесь? Да, выглядит впечатляюще. Да, мне пришлось включить зарядку, потому что батарея была на исходе. Думаю, эта видеосвязь быстро разряжает телефон. Да, думаю так. Ну, я не против луча света из твоей головы. Но знаешь, потом в интернете пойдут разные толки. Знаешь же, как это часто бывает. ты тоже точно с этим знаком. Эй, я не участвовал в скандалах уже целую неделю. Ну, этот подкаст еще сравнительно новый. И это правда. Думаю, можно будет избежать того, что может стать причиной неприятностей. Да, из всех друзей, которые у меня есть, ты, наверное, самый неправильно понятый. И я часто тебя защищаю и не понимаю, почему люди ругаются. Не понимаю их неспособность воспринимать то, о чем ты говоришь. Вместо этого они пытаются обобщить и сформулировать искаженные образы того, кем ты являешься и что отстаиваешь. Мне это кажется странным. Я, конечно, знаю, что ты бросаешь вызов убеждения многих людей и тому, как они выстраивают эти убеждения, но меня это все равно огорчает. Думаю, тебя это огорчает больше. У меня это просто в голове не укладывается. Как раз на днях разговаривал об этом с детьми. Не укладывается то, каким меня считают люди, особенно если они читали то, что пишут журналисты, или видели мои взаимоотношения с ними. Люди полагают, что я провокатор, склочник и конфликтный человек. Но я не задиристый, даже не конфликтный. Я стараюсь избегать подобного. Меня считают женоненавистником, хотя почти все, с кем я работал, были женщинами. Я никогда не считал себя консерватором. Может быть, теперь, когда левые уже совсем слетели из катушек, мои взгляды могут расцениваться как консервативные. Это все из-за социологов. Я понял, что нельзя проводить крупномасштабные эксперименты на огромных слоях населения и предполагать, что твоя глупая идея сработает правильно, потому что это не работает. Невозможно заставить людей вести себя хорошо в лаборатории даже в течение получаса. Как можно думать, что какой-то закон может все общество к чему-то принудить? Еще одна странная новость. Если ты читаешь газеты, то ты в курсе, что меня исключили из Кембриджской школы богословия. Что нужно такого сделать, чтобы тебя исключили? Да для этого нужно быть самим дьяволом? Это такая глупость. А я как раз хотел туда поехать, чтобы лучше разобраться в библейских историях с книгой «Исход». А меня исключили. Это был настоящий скандал. Да как же так? Совершенно идиотская ситуация. Когда читаешь об этом или видишь это в интернете, можно подумать, «Боже мой, да его жизнь настоящий ад!» Из-за всех этих противоречий. А потом, когда встречаешься со мной на улице, приходишь на мои лекции или еще куда-то, все оказывается совершенно по-другому. В реальной жизни все абсолютно иначе. Там тебя постоянно узнают. Да. Когда ты в течение часа гуляешь по улице, сколько человек к тебе подходит? Смотря где я гуляю. Если в Голливуде, то очень много. Если я иду мимо молодых людей, бритых мужчин с татуировками, они вообще сходят с ума. Это моя аудитория. Крепкие мужики. Да. Обычно, когда я выхожу на улицу, неважно где именно, ко мне подходят пять-шесть человек за час. Они всегда очень вежливые, воспитаны и с огромным удовольствием рассказывают о том, что они читали или слышали обо мне, или про наши подкасты. Это обычное дело. И в Европе, кстати, тоже. Они рассказывают о темных периодах своей жизни и о том, как им удалось с ними справиться. Как их друзья смотрели мои видео и теперь чувствуют себя гораздо лучше. То есть все всегда дико позитивно. То же самое и на лекциях. Да. То есть все очень положительно настроены. Лекции посетило уже 350 тысяч человек и никаких недоразумений не было. Однажды был один крикун, но его быстренько выпроводили из здания. Он понимал, что его выведут и не сопротивлялся. Никто не приходит на лекции с негативным и предвзятым отношением. Люди приходят послушать лекцию по психологии и обсудить ее и пытаются действовать сообща. А чертовы журналисты просто не в состоянии этого понять. Их напускной или настоящий цинизм не дает им поверить в то, что десятки тысяч людей всерьез задумываются над тем, чтобы улучшить свою жизнь и в то, что все наши мероприятия на сто процентов позитивны. Поэтому в сети я чертов монстр, женоненавистник, расист и трансфоб. Кем еще меня выставляют? Частенько еще я бываю гомофобом, нацистом, а иногда и еврейским приспешником. Много всего пишут. Меня больше всего задело, когда в Новой Зеландии выбрасывали твои книги. Из книжного магазина выбросили твои книги после бойни в Крайсчорче. Какое отношение книги по саморазвитию имеют к жуткому массовому убийству? Непонятна сама мысль о том, что это как-то связано. Что твои слова о признании важности дисциплины, принятии ответственности и уверенности в себе, как и твоя книга в целом, каким-то образом имеют отношение к тому, что кто-то совершил нечто столь ужасное, как трагедия в Крайсчорче. Все так извратили. Отличный пример логики. Представьте, что книга этого парня была удалена сразу после того, как произошло событие, которое не имело буквально ничего общего с тем, что он говорил. Да, ну, в некотором смысле свершилось возмездие, потому что люди начали указывать на то, что у них все еще сохранилась книга Майнкампф, и это стало проблемой. Еще у них была книга по переделке полуавтоматического оружия в автоматическое. Нужно быть осторожным, когда указываешь на чьи-то грехи, потому что тогда люди могут обратить внимание и на ваши. В любом случае, они отыграли назад свое решение. Это отлично. Да, это хорошо, но странно. Я скоро собираюсь в Великобританию. Ну, вот мы опять говорим обо мне, хотя не должны были. Так вот, я еду в Великобританию, потому что там выходит моя книга, и будет встреча с журналистами. Общаться с британскими журналистами, это как прыгнуть в бассейн с молоденькими крокодилами, знаете, такими пятифутовыми подростками. Ты хочешь сказать... Да, у них цепкая охватка. Да. У меня есть некоторое беспокойство на этот счет. Эта жизнь очень странная, и я не совсем понимаю, что делать с повседневной рутины. Самое странное, то, что ты не был знаменит большую часть сознательной жизни, а за последние четыре года так рванул вперед, что стал одним из самых, если не самым, знаменитым психологом на планете Земля. Да, это сбивает столпы. Очень сложно к этому привыкнуть. Может быть, проблема еще и в возрасте. Я понял, что когда был моложе и переезжал с места на место, у меня на адаптацию уходило около года, а с возрастом времени на это требуется все больше и больше. В 56 лет после 10 лет знакомства понимаешь, что только начинаешь узнавать человека. В 17 после полугода жизни с соседом по комнате вы уже лучшие друзья на всю жизнь. к этому сложно привыкнуть. Я никак не могу это осознать. Так и есть, куда бы я ни поехал. Я был в Словении, там все говорят по-английски, знаешь. Ты там очень популярен. Не знаю, в курсе ли ты, но в мире, где пресса не заслуживает особого доверия, подкасты и YouTube имеют огромное влияние. Да, точно. О наших интервью и подкастах знают буквально все. Меня постоянно останавливали на улице и это было шоком. YouTube и подкасты тем удивительны, что их смотрят не только в одной или двух странах, их смотрят по всему миру. Мне очень повезло, что, как я уже говорил, аудитория настроена очень позитивно. В некотором смысле с этим сложно справиться, потому что люди постоянно рассказывают мне свои истории. Например, я был как в аду почти полгода, принимал наркотики или пил, или был в токсичных отношениях, или не ладил с семьей, или работал на полставки, или ни во что не верил, или был в депрессии. в каких бы потаенных уголках души эти истории не скрывались. А потом они занимались какими-то практиками, например, меняли видение своей жизни, или пытались жить более осознанно, или брали больше ответственности, или прилагали все усилия для сохранения семьи и продвижения послужений, независимо от того, какая у них работа. И это помогло. Люди всегда в шоке от того, что это работает. И до смерти взволнованы. Такие странные и содержательные 20-30 секундные беседы о самых важных аспектах их жизни. Это шокирует. А потом ты идешь дальше, и это снова обычный день. А потом подходит еще кто-нибудь и рассказывает что-то подобное. Я не знаю, как на это эмоционально реагировать. Возможно, люди должны сказать, если вы им помогли. Это может быть раз в год или раз в пять лет. Но когда это происходит постоянно, я не знаю, это вызывает во мне какую-то тоску. Нет, на самом деле, конечно, я рад. Но это очень глубоко меня затрагивает. К такому не привыкнешь. Тебя расстраивает, что столько людей страдает. Но ты же их воодушевляешь. Меня огорчает, что множество людей страдает и получают лишь незначительную поддержку в виде лекций, подкастов и книг, которые могут помочь им наладить свою жизнь. Ты даже не представляешь, скольким людям не хватает элементарных слов поддержки. как в старой песне «Домик в степи». Помнишь? Да. Вот от кого не услышишь и слова неодобрения. А эти люди никогда не слышали слов поддержки. грустно видеть, насколько это в порядке вещей и как мало нужно, чтобы все исправить. На лекциях так интересно, потому что, знаешь, многие люди на моих лекциях, это те же люди, о которых ты говорил, которые останавливают тебя в Голливуде. Такие крепкие ребята из рабочего класса, они составляют 30% моей аудитории. Это не те люди, которых, согласно сложившемуся стереотипу, ожидаешь увидеть на полуторачасовой лекции по философии и психологии, но они ведь слушают. Они внимают каждому слову. Очень здорово и интересно наблюдать за тем, как они все осмысливают и насколько серьезно все воспринимают. Потом они подходят и говорят, знаете, я посмотрел вашу лекцию и стал гораздо лучше, как муж или как отец. Иногда они приводят свою девушку или жену, и она говорит то же самое. Это очень приятно. ты действительно оказываешь огромное влияние и понятно, что трудно осознать, как с этим быть. Ведь очень немногие сталкиваются с подобным. Очень, очень крошечный процент людей во всем мире могут оказаться на твоем месте. Давай вернемся к тебе, я уже как-то об этом спрашивал. В прошлый раз, когда мы разговаривали, у тебя было где-то 100 миллионов загрузок подкаста в месяц. Какие сейчас цифры, если не секрет? Пожалуй, в два раза больше. В два раза. Боже мой, невероятно. Особенно в Ютьюбе. С Ютьюбом и всеми клипами, наверное, даже больше. Полное сумасшествие. Я сейчас уже не смотрю на цифры, а сосредотачиваюсь на самом шоу. Я думаю, если сильно заморачиваться на этом, прости, можно сойти с ума. Целая уйма народа. Если стоишь на сцене, а перед тобой 300 миллионов человек, интересно, как это будет выглядеть? Это, конечно, не 300 миллионов человек, а 300 миллионов загрузок в месяц. И я даже не знаю реального количества людей, с которыми взаимодействую. Может быть, 50 миллионов? Я не знаю, сколько людей на самом деле регулярно слушают или смотрят шоу. С таким количеством невозможно справиться. Ответить всем на комментарии или обратить на всех внимание, в том числе на то, чего они хотят или не хотят. это все очень странно. Да, не сомневаюсь, это странноватое положение. Странное и то, и мы уже говорили об этом, это ведь только самое начало. Это происходит примерно... Кстати, как давно ты снимаешь видео для Ютьюба? Для Ютьюба всего несколько лет. Три или четыре года. А подкасту в декабре будет уже 10 лет. Хорошо. 10 лет это уже приличный отрезок жизни. Но 3-4 года это все еще начало. Рынок подкастов и Ютьюб это все еще принципиально новые технологии. Да, в основном. А теперь мы наблюдаем, как корпорации пытаются извлечь из этого выгоду. Мне стали поступать странные предложения. Сделать эксклюзивный подкаст на той или иной платформе. Компании выкидывают уйму денег на подкасты. Они покупают их за сотни миллионов, и это очень странно. Это все было шуткой еще каких-то 5-6 лет назад, когда все считали, что это пустая трата времени. Мне постоянно об этом говорили, а теперь спрашивают, как ты это сделал? Почему твой подкаст такой популярный? Теперь идут совершенно противоположные вопросы. Да, уж это так странно, потому что никто не понимал, что существует слушательская аудитория. То же самое происходит и в книжном мире. Это не просто аудио по запросу, это долгие беседы. Даже мой близкий друг Ари всегда говорил мне, тебе нужно редактировать свои шоу. Никто не будет слушать тебя три часа подряд, но я сказал, так никто и не должен, а он, ты сам себе оказываешь медвежью услугу, а я, мне так не кажется, почему бы и нет. Если у кого-то есть только час, чтобы послушать тебя, так пусть слушает хотя бы час. Можно пропустить, это не изменит жизнь. Делай то, что хочешь. Мне нравится подолгу разговаривать с людьми, потому что начинаешь разогреваться только через полчаса или минут через сорок. Тогда начинаешь чувствовать себя комфортно, входишь в ритм и понимаешь ход мыслей собеседника. Потом начинаешь обсуждать все в подробностях, обмениваешься информацией, через час-полтора-два разговор становится глубже, и зачастую именно последний час трехчасового подкаста становится самым интересным. Да, это было определенно революционное предположение. Никогда не знаешь, какая идея станет настоящим открытием? Часть моей революционной идеи была именно в упрямстве. Мне было плевать. Я делал это не ради денег. Единственная причина, по которой я этим занимался, была в том, что мне нравится разговаривать с людьми, с такими, как ты, и как остальные мои гости. Мне редко предоставляется возможность поговорить, чтобы никто не отвлекал. Никаких посторонних рядом, мобильных телефонов. Просто поговорить три часа подряд. Это так благодаря этому я получил фантастическое образование. Это намного открыло мне глаза, расширило мое понимание людей в целом, и... Теории заговора. Ты в теме. И это тоже было. Важно быть в курсе теорий заговора. Хотя бы просто, чтобы отслеживать их. Нужно знать, что люди думают о тебе. Недавно, например, меня назвали сионистом. Я и не знал, что это сионистское шоу. О, ну ты точно сионист. А еще я белый шовинист. Это смотря кого ты спросишь. Да, меня тоже так называют. Интересно, как оба эти определения уживаются в одном сознании. Один день ты сионист, второй белый шовинист. Это как гендерфлюидный, только в политике. Да, хорошее определение. Почему обязательно нужно быть консерватором или демократом? Иногда ты консерватор, иногда демократ, и нет смысла впадать в крайности. Гендерфлюидный, мне понравилось. Это то, что мне сейчас нравится больше всего. Когда кто-то несколько часов ведет себя как женщина, а потом он снова мужчина, скачет туда-сюда. Я читал, не знаю, правда это или нет, но я видел это в разных источниках. Я читал, что Олимпийский комитет собирается разрешить трансгендерам участвовать в Олимпийских играх. Неудивительно. Олимпийский комитет погряз в коррупции. Вся их деятельность сплошной позор. Они зарабатывают миллионы, а спортсмены ничего, и это гадко. Думаю, они полностью коррумпированы. А теория о том, что комитет создан для того, чтобы следить за честностью проведения соревнований, это чушь. Они только и умеют, что деньги грести. В чем они хороши, так это в проведении грандиозных мероприятий, от которых получают невероятную, ошеломительную прибыль, и при этом они не делают буквально ничего, а спортсмены посвящают спорту всю свою жизнь. И если повезет, они станут известными и смогут зарабатывать на рекламе. А реально разбогатеть смогут очень немногие. Такие исключения, как Майкл Фелпс. Но это бывает очень редко. Большинство спортсменов постоянно в долгах. Многим нужны либо спонсоры, либо те, кто готов разделить их бремя и помочь им в достижении целей, или бескорыстный меценат, который сможет выкидывать миллионы долларов в это мероприятие. Но это отвратительно. Это ведь профессиональные спортсмены. Они посвящают этому всю жизнь. если хочешь получить золото по легкой атлетике на Олимпиаде, то нет возможности где-то подрабатывать. Ты не сможешь работать 8 часов в день. Ты должен быть профессиональным спортсменом, и Олимпийский комитет это отлично знает. Ты никогда не обращал внимания на то, как они потворствуют мошенничеству. Недавно вышел потрясающий документальный фильм Брайана Фогеля под названием «Икар». Он об Олимпийских играх в Сочи и о том, как Россия муклевала, а МОК их почти не наказал. Наказали всего несколько человек. МОК и Всемирное антидопинговое агентство, у них люди из разных организаций, они ходят туда-сюда и делятся информацией, работают то на одних, то на других. Они постоянно конфликтуют. И этот конфликт интересов просто грязный бизнес. Поэтому если политическое движение считает, что будет хорошо и прогрессивно, если транс-женщины будут принимать участие в соревнованиях UFC, почему я сказал UFC, так вот, такого точно не будет, транс-женщины будут выступать на Олимпийских играх, и если все этого хотят, то так и будет, они так и сделают, и неважно будет ли это честно и есть ли в этом смысл, они это сделают даже для того, чтобы привлечь еще больше внимания к шоу, чтобы побольше заработать, они в этом мастаке. Очень интересно наблюдать за происходящим, ведь это полный абсурд, понятно, что все различия между мужчинами и женщинами обусловлены социальными факторами, но тем не менее, я посмотрел биологическое сравнение силы, сила верхней части тела средней женщины составляет 30% от силы мужчины, а нижней части тела 55%, эта огромная разница говорит о том, что в верхней части тела обычный мужчина в три раза сильнее женщины, боже мой, это дает такое преимущество, что это просто преступно. Вопрос в том, сколько, чего теряется в процессе смены пола, насколько влияет эстроген, да, он немного уходит. Взять женщину-спортсменку 32 лет, которая принимала стероиды всю взрослую жизнь, то есть каждый день в течение где-то 12 лет, и вдруг она внезапно перед Олимпийскими играми решила с этим завязать. Все же согласятся, что у нее будет серьезное преимущество, ведь понятно, что сила связок, мышечная сила, структура костей все изменилось под воздействием стимуляторов. Мы все с этим согласны. Когда на протяжении 30 лет вы были мужчиной, а потом решили сменить пол, и два года, как вы женщина, происходит примерно то же самое. Даже если вы принимаете эстроген. чего я не смогу понять, помимо очевидной несправедливости, так это триумфа победителей. Вот они участвуют в этих соревнованиях и побеждают, а потом празднуют победу как настоящую. И это несмотря на то, что уничтожили женщин, которые работали в основном по правилам, если не десятилетия, то точно много-много лет подряд. Они просто сметут их, особенно в силовых видах. И они будут воспринимать это как победу, вдобавок еще и как моральную победу. Единственное, что я вижу в этом, это глубочайший, непостижимый нарциссизм. Как можно гордиться такой победой, если не видишь, кого побеждаешь. Я не понимаю. Это показывает, насколько на самом деле патологична сама идея о том, что человек может сменить пол. Ведь речь не только о том, чтобы воспринимать человека как женщину, относиться к нему соответствующей и разрешить ему называться так, как он того хочет. Здесь я только за. Но когда говорят, нет, это женщина, и она должна соревноваться с женщинами во всем, включая силовые виды спорта, регби, это перебор. В Австралии есть транспортсмен, который играет в регби, он весит 240 фунтов, да он просто сносит женщин. Думаю, существуют утвержденные стандарты конверсионной терапии. А как же разница в росте при силовых видах спорта и единоборствах? А никак, потому что это политическое минное поле. Радикальный финал в том, что вы такого пола, которым вы сами себя называете, и эта трансформация не имеет значения. Не знаю, как появление трансатлетов отразится на спортивном мире, но если будет то же, что и с политикой, то это просто блажь. Что-то типа, ага, теперь я буду женщиной. На моем подкасте недавно был один парень. У нас всплыл этот вопрос, и был ожесточенный спор. В общем, его позиция заключалась в том, что он заинклюзивность и хотел бы прийти к миру, в котором транспортсмены могут соревноваться как женщины и чувствовать себя причастными к миру. Я пытался рассказать о физических преимуществах мужчин по сравнению с женщинами, но он просто не хотел слушать, полностью отвергая эту информацию. Это шло вразрез с его предвзятыми представлениями и идеологией. вот она, прогрессивная идеология. Вы должны смотреть на транс женщину как на женщину. Да, потому что вы должны принять доктрину о том, что все различия между мужчинами и женщинами социально обусловлены. Конечно, эта доктрина чушь. Бредовая. Да, бредовая чушь. Даже сложно осознать глубину всего этого бреда. Не знаю, что это. Это сложно объяснить. Я не понимаю даже причину возникновения этого. Правда. Даже когда я общаюсь с людьми, которые придерживаются подобных взглядов, я не могу уловить их логику. Это необъяснимо. Где произошел слом их восприятие мира? Почему они не видят? Теперь еще и дети стали менять пол. Я постоянно слышу об этом. Это меня убивает. Блокаторы гормонов. Эти блокаторы полового созревания обратимы. Они говорят, что это безвредно. Все обратимо. И если ребенок передумает, можно просто бросить их, и все пройдет. Но это вранье. Они влияют на развитие ребенка. Прием блокаторов гормонов изменяет процесс развития. И если мальчик хочет стать девочкой, он не получит тестостерон в возрасте, когда он вырабатывается у обычного мальчика. Если вы делаете такое с шестилетним ребенком, представление о том, что это полностью обратимо является абсолютным лицемерием, потому что этот ребенок не пройдет тот же период физического развития, как если бы организм вырабатывал тестостерон. Нет, это неправда. И вам скажут об этом доктора, биологи, это все вранье. Об этом говорят, чтобы оправдать якобы безвредность данного вида терапии, которую поощряют. я хочу сказать, что нет ничего плохого в том, чтобы быть трансгендером, но нельзя принимать решение за ребенка или позволять шестилетнему ребенку принимать решение, которое в корне изменит всю его дальнейшую жизнь. Я просто пытаюсь представить себя на месте человека, которому родители позволили принять такое решение. Я бы сказал им, какого черта вы позволили мне принять это решение? Будет любопытно понаблюдать эти последствия в суде через 12 лет. О, да, это будет чудовищно. Точно, это будет чудовищно. Вы же не разрешаете шестилетним детям делать тату? Именно. Хотя те же татуировки можно потом вывести. Да, в этом деле все полный бред. Вся эта прогрессивная идеология, под которой все подписываются. существует доктрина и прочие вещи, под которыми нужно подписаться, чтобы следовать этой идеологии. Одна из них это трансдетия. И вы не можете сказать, что это проблематично. Вам нельзя так говорить. Нельзя даже высказывать предположение о том, что в 18 или в 19 лет этот ребенок решит, что это была плохая идея, потому что это вопиющее оскорбление. Если основная идея состоит в том, что наше общество это деспотический патриархат, а я думаю, что это идея фикс, то все, что с этим связано, сразу становится неприкасаемым. Если взрослые принимают решение, необходимо верить в их авторитет, потому что он у них есть, а если ты соглашаешься с тем, что у взрослых есть авторитет, значит, ты веришь, что в иерархии есть смысл, и тут начинается путаница, потому что иерархия определенно деспотична, особенно в ее западном проявлении. Я думаю, основная аксиома настолько живучая, что все, что находится вблизи, изворачивается и гнется, как при приближении к гравитационному полю. Логика не имеет значения, потому что фундаментальная центральная тема должна поддерживаться любой ценой. Это основная дилемма нашего разговора. Мы пришли к выводу, когда можно сказать, если ребенок идентифицирует себя как девочка, почему бы ему просто не позволить быть девочкой? Зачем заморачиваться с гормонами? К чему это химическое вмешательство? Это социальный конструкт. Да, это нонсенс. Именно так я и считаю. Просто будь девочкой. Любые медицинские манипуляции с вводом гормонов, необратимые изменения тела в очень юном возрасте, разве это естественно? Почему кто-то говорит, что это именно то, что нужно в психологическом или биологическом плане? Вы уверены? Ведь это сами люди и придумали. Особенно странно это звучит при утверждении, что половая принадлежность это социальная конструкция. Если это так, то зачем гормоны? Именно так. Я тоже так считаю. Но на этот вопрос нет ответа. Увы. Ну давай вернемся к Бостону. Хорошо. Ты сказал, что именно там все и началось. Ты переехал когда тебе было 13. Чем ты занимался? В первую очередь, каким ты был в школьные годы? Вряд ли я об этом задумывался. Если СДВ реально существует, то у меня он точно был. Я интересовался только тем, что мне было интересно. А неинтересно мне было, когда мне указывали, что делать. Я не мог дождаться окончания школы. У меня получалось то, что мне было интересно. Это было искусство. Я хотел стать иллюстратором комиксов, пока не увлекся боевыми искусствами. И в 14-15 лет я был ими просто одержим. Это было первое, в чем я не чувствовал себя неудачником. Мне казалось, что у меня есть к этому все способности, и я могу многого достичь. Все детство прошло в переездах, у меня даже друзей толком не было. В городе я был новичком, и меня все задирали. Я был мелким, и это психологически давило. Мне не нравилось бояться других детей. Мне не нравилось то, что я не знал, как ответить, когда на меня нападают и запугивают, поэтому я научился драться. Когда не знаешь, что делать, это сильно раздражает. Да, да. Боевые искусства развернули ситуацию на 180 градусов. Я стал тем, кого раньше боялся. своей полной противоположностью. Раньше я боялся конфликтов, не знал, как себя вести, а потом стал чемпионом по тэквондо. Я стал чемпионом по боевым искусствам и знал, как драться. Это и занимало меня большую часть времени. Как это произошло? Ты просто однажды пришел в зал и понял, что это то, что тебе нужно? Так? Мне просто повезло. Я немного занимался единоборствами в разных местах. Однажды был в Бостоне на игре Red Sox в Фенуэй парке. Когда я шел с другом на станцию, чтобы поехать домой, там было полно народу, который возвращался с бейсбола, поэтому очередь была огромная. И мы решили сходить в школу тэквондо Дже Хун Кима. Она была рядом. Из-за чувства незащищенности я очень интересовался боевыми искусствами. Я поднялся по лестнице и случайно увидел, что там тренируется Джон Ли. Он был чемпионом страны по тэквондо и как раз готовился к чемпионату мира. Это было грандиозное событие. Был как раз самый разгар тренировки, когда я поднялся по ступенькам и услышал этот сумасшедший звук. Это он бил ногой мешок. И это был стук его пятки и дребезжание цепи, на которой мешок висел. Я поднялся и смотрел, как он работает. Невозможно было поверить, что человек так может. я никогда не видел, чтобы кто-то мог так бить ногой, обладал такими невероятными навыками боевых искусств, как этот парень, как Джон Ли. Он стал моим наставником и многому меня научил. Это все и поменяло. Я пришел туда на следующий день, поговорил, и мне дали брошюру и буклет. А потом я начал ходить туда каждый день до 22 лет, пропуская пару дней только в том случае, если был травмирован или что-то случалось. Сколько часов в день ты там проводил? Целый день. Очень скоро мне дали ключ. Мой тренер понял, что я буквально одержим единоборствами и при этом физически одарен. он доверил мне вести уроки. Вместо оплаты он сказал, если тебе нечем платить, значит, будешь учить. И в этом тоже была мудрость, потому что лучший способ добиться хороших результатов в боевых искусствах, это преподавать их. Ты оттачиваешь технику, больше думаешь, видишь людей, которые не понимают механику. Поэтому я начал учить. Я давал частные уроки для начинающих, у меня были групповые занятия, а потом я пришел обучать в университет Бостона, мне тогда было 19. Я преподавал в аккредитованном классе, и это засчитывалось в средний балл. К тому времени я уже был победителем открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки. Как долго это продолжалось? Ты приехал, когда тебе было 13, вы переезжали с места на место, и тебя задирали? Когда я пришел в ту школу, мне было 14 или 15 лет. Черный пояс я получил в 17. К тому времени я соревновался во взрослой категории, еще до того, как мне исполнилось 18 лет. Меня перевели в нее еще в 16, и если я не ошибаюсь, в 18 я выиграл чемпионат Штата, и выигрывал его каждый год, 4 года подряд, пока не бросил. ты был тощим, когда начал тренироваться? Когда ты стал набирать массу? Когда ты стал достаточно крепким, и проблема с агрессией по отношению к тебе исчезла? К счастью, в старших классах сразу обо всем этом узнали. Там очень быстро разлетаются слухи, что один из учеников ездит по стране и бьет людей по голове. Они просто избегали меня. Да, точно. Я никогда ни на кого не нападал, но меня избегали. Для учеников как для младших, так и для старших классов я был странным ребенком, одержимым боевыми искусствами. Основное время, с 15 лет до 21 года, я тренировался и участвовал в соревнованиях. Я провел более 100 боев. Объездил всю страну, выступал в Калифорнии, в Огайо, повсюду, на многих местных турнирах в Коннектикуте, Массачусетсе и Нью-Гэмпшире, где я выиграл открытый чемпионат США. Я дрался везде. Я посвящал этому большую часть всего своего времени, пока не увлекся комедией. У тебя очень незаурядная жизнь. Да уж, на 100% незаурядная и удивительная, но я избежал большинства ловушек школьных вечеринок и всякого такого. Я не ходил туда, потому что боялся получить травму, боялся прийти на тренировку с похмелья и проиграть. Я боялся всего, что может плохо повлиять на мои навыки бойца, а я был по-настоящему одержимым. Ты боялся получить травму из-за ошибки или боялся, что проиграешь на соревнованиях? Да, я боялся получить травму и проиграть на соревнованиях. Я боялся травмы и на тренировке. Сами тренировки были такими же пугающими, как и соревнования. Я случайно попал в одной из лучших школ тэквондо в мире. Они воспитали нескольких национальных чемпионов и лучших спортсменов в тэквондо. Я попал туда по счастливой случайности. Я мог бы пойти в другую школу, ужасную, она была в нескольких кварталах от меня. Мне просто повезло. Мне просто очень, очень, очень повезло. Полезна ли техника боевых искусств, таких как тэквондо в уличной драке? Да, не очень. Ну, конечно, лучше, чем не знать ничего, но и не так полезно, как бразильское джиу-джитсу, например. Сейчас в основном занимаются смешанными единоборствами, как в UFC. Они мастера на все руки, но в итоге ничего не знают. Есть два разных мнения. Одно, что лучше научиться всему и сразу, и другое, что лучше сначала стать профессионалом в чем-то одном, а потом уже учиться дополнительно. Профессионал, особенно боец ударных или борцовских техник, или выдающийся мастер джиу-джитсу, может потом научиться чему угодно. У него будет огромное преимущество, если он переведет бой в сферу своих навыков. Если владеешь ударными техниками, бой начинается стоя. Профессионал ударных техник знает, как избежать тейкдауна, и при этом имеет навык борьбы, и может сбросить себя противника. Это огромное преимущество, которое может обеспечить победу. Мы часто видим такое в боях UFC, на примере бойцов, если ты специалист в какой-то определенной сфере, и при этом владеешь еще другими техниками, у тебя будет больше шансов. Нельзя быть просто специалистом по муай-тай, тэквондо или джиу-джитсу. Если ты борец, то должен знать, как вести ударный бой. Если ты специалист по ударным техникам, то должен знать, что такое борьба, или, по крайней мере, как избежать броска. Ты, наверное, был качался в период тренировок? Я был намного, намного худее, худее, чем теперь. Я особо не пытался тягать железо, потому что выступал в определенной весовой категории. Я сбрасывал вес, когда мне было 17, 18, пытался попасть в категорию 140 фунтов, но был почти на 10 фунтов больше. Я сушился, и это сильно сказалось на моих показателях. В 18 я перешел в другую категорию. По-моему, это был вес в 154 фунта. После этого я стал лучше. Тогда у меня были действительно отличные результаты. Я стал настоящим спортсменом международного класса, но все еще не увлекался железом. У меня были тренировки только по тэквондо. Я работал с тяжелой грушей, немного занимался гимнастикой и в основном боевыми искусствами. А когда начал заниматься джиу-джитсу, то перестал выступать на соревнованиях. Вот тогда я стал по-настоящему качаться. В джиу-джитсу есть элементы борьбы, а в этом случае сила это огромное преимущество. Мне было примерно 29, когда я всерьез увлекся тяжелыми весами. это было уже позже. Сколько длилась твоя начальная карьера в боевых искусствах? Я начал драться, когда мне было 15, а последний бой был в возрасте 21 или 22 лет. Точно не помню. Последние три боя были поединками по кикбоксингу. Я провел их, когда уже занимался стендапом. Чем я только не занимался. Работал на разных работах. разносил газеты, был помощником частного сыщика, работал на стройке. Я зарабатывал на жизнь как только мог и решил... Разносчик газет, рабочий на стройке, боец джиу-джитсу, комик. Ты знаешь, это типичная ситуация для 19-летнего парня. Да, но джиу-джитсу было позже. Я начал им заниматься где-то в 28-29 лет. До этого было в основном тэквондо и кикбоксинг. Я увлекся кикбоксингом и подумывал о том, чтобы выступать профессионально. Но меня напугала перспектива повреждения мозга. Я стал замечать некоторые признаки этого. Именно из-за кикбоксинга? Да, там чаще получаешь удары. Это точно. Примерно в течение двух лет я проводил спарринги по кикбоксингу. Я им всерьез увлекся. Было много боксерских спаррингов и так называемых боев в спортзале, когда мы выбивали дурь друг из друга. Приходишь домой с головной болью, потому что дрался в спортзале, и это не очень умно. Сейчас профессионалы очень редко устраивают жесткие спарринги в зале. Они только отрабатывают технику, тренируют удары, но не бьют в полную силу. Они просто задевают. Отрабатывают время, чтобы убедиться, что смогут выстоять весь бой и действия на случай, если пропустили удар. у нас были другие спарринги. Есть толк от тренировок с низкой интенсивностью? Да, но должны быть и тренировки с высокой интенсивностью и спаррингом. Хотя сейчас есть упражнения, которые симулируют реальный обмен ударами. Сегодня очень много методов, которых раньше не было. Залы, в которые я ходил, были очень примитивными. Если ты недостаточно вынослив, то ты не выживешь. Если ты не мог держать удар или не готов к схватке, то тебе нечего было там делать. Поэтому мы вставляли капу, надевали бандаж и наколенники и метелили друг друга, и это была основная часть обучения. это были жесткие и нервные спарринги. Было страшно. Если я знал, что на завтра у меня спарринг с каким-то соперником, я ночь не спал, потому что знал, что это опасно. Бои проходили часто, несколько раз в неделю. Это были даже не спарринги. Я просто бил соперников со всей дурью. Уходило много времени на восстановление. Я вот думаю об этом. А ты ничего не сказал. Ты показываешь отличные результаты в тэквондо, становишься спортсменом международного класса и переходишь в кикбоксинг, и тогда начинаешь беспокоиться о травмах, и это разумно. Как не травмировать мозг к 30 годам? Интересно, сколько раз ты получил по голове перед тем, как прийти к мысли, что лучше быть комиком. Стив Грэхэм сейчас один из моих ближайших друзей. Когда мы познакомились, мне было 15, а ему около 30 лет. Он проходил ординатуру по офтальмологии и работал полевым хирургом в ВВС США. Еще он был в лыжной сборной и стал чемпионом. В общем, просто убойный мужик. Человек, который использовал все шансы и живет по полной. А еще он самый трудоспособный из всех, кого я встречал. Я его смешил, и на тренировках тоже, потому что мы постоянно нервничали. Жутко нервничали перед турниром. Я часто видел, как моих друзей отправляли в нокаут, пинали по голове, отправляли в больницу, и в зале такое тоже случалось. Парни отправляли в нокдауны, и со мной тоже пару раз такое было. Я получал травмы. У нас был такой юмор висельников. По дороге на соревнования напряжение было таким сильным, что мы просто пытались выдохнуть и расслабиться, чтобы не чувствовать напряжение перед боем. И я тогда был... Я тогда был местным клоуном. Ты видел что-то такое в старшей или средней школе? Нет, нет, никогда. То есть это было дело случая? Да, у меня было чувство юмора. Но оно выливалось в картинки. Я рисовал комиксы про учителей. Например, как кто-то из детей целовал учителю взад, и при этом говорил какие-то глупости. Когда учитель опаздывал, и я знал, что у меня есть время, я рисовал на доске и переворачивал ее. А когда собирались писать на доске, ее снова переворачивали, и там была смешная картинка. Весь класс падал со смеху, а учитель спрашивал, кто это сделал? Ну, к счастью, меня никто не сдавал. Мне нравилось смешить. Но в основном я делал это картинками, а не словами. Это разные вещи. Да, перед соревнованиями, когда нам нужно было выходить на бой, я пытался разрядить обстановку. Пытался поднять всем настроение, потому что было сильное напряжение. И когда я говорил что-то смешное, реакция была крайне бурная. Это вошло в привычку. У меня хорошо получалась пародия. Я пародировал друзей, пародировал тренера. Мои друзья, Стив Грэхэм и Эд Шоттер, с которым я, к сожалению, потерял связь, говорили мне, «Тебе нужно стать комиком». Но я считал, что им смешно, потому что они мои друзья. А другие могли подумать, что я какой-нибудь засранец. У меня были похапные шуточки и пошлое чувство юмора. Я большую часть времени учился отправлять людей в нокаут. Вот чем я занимался. Я пытался отделить людей от сознания и совершенствовался в этом из-за дня в день. Вроде настоящих психоделиков. Да, только хуже. Я старался причинять боль и совершенствовался именно в этом. Пытался преуспеть в причинении людям физической боли. Мне казалось, что я кажусь чудным, а не таким, как все, из-за того, как общество воспринимает рукопашный бой. И что никто бы не стал смеяться над тем, над чем шутил я. Но ребята убедили меня пойти на открытый микрофон. Они сказали, «Просто сходи, в Бостоне полно ночных клубов, иди и посмотри». Я сходил, посмотрел и понял, что комики нашел открытый микрофон просто ужасный. И это сподвигло меня на то, чтобы попробовать самому. Ты просто думаешь, «Но хуже я уже все равно же не буду, да? Я могу даже получше, чем некоторые из этих ребят». А потом видишь, как выходит профессионал, и это тебя обескураживает. И ты такой, «Боже мой, я никогда не смогу быть таким смешным, он реально смешной». И еще по боевым искусствам я знаю, если усердно работать, то все получится, и у меня в голове была эта мысль. Может, поэтому я решил заняться стендапом. Я больше не хотел драться. Я уже пытался уйти из спорта, потому что очень беспокоился о мозге. Я думал об этом с 19 лет. С 19 лет я начал беспокоиться о травмах головы. Тебе 53? Нет, мне 51. 51. Как часто у тебя были травмы? Я даже не знаю. Не знаю. Хорошо, а как насчет физических, мышечных? Нет, в этом отношении все в порядке. У меня было несколько операций. Мне исправляли нос, он был сломан. Его просто не было. Я не мог дышать носом до 40 лет. Мне исправили перегородку, и пришлось вырезать огромные куски рубцовой ткани и всего такого. То есть, до 40 лет мой нос был бесполезен. Ты, наверное, вздохнул с облегчением после этого? Бог мой, я всем говорю, делайте операцию. Если у вас искривлена перегородка, и вы не можете дышать, я не мог. До 40 лет. Я даже не знаю, сколько раз мне ломали нос. Как минимум дюжину. Кровь текла ручьем. Меня постоянно били и пинали по носу. Зря этот орган расположен в центре лица. Туда частенько бьют. Да, там еще и хрящ есть. Лучше бы он был на макушке. Так было бы безопаснее, как у кита. Еще от удара по носу закрываются глаза, и бегут слезы, и сложно что-то увидеть. Поэтому такие удары очень раздражают. Помимо этого, мне делали операцию на обоих коленях. У меня был разрыв передних крестообразных связок обоих коленей. Их нужно было восстановить. Ну и всякое другое по мелочи. Поломанные голени, стопы, суставы. Да много всего. Но теперь все в порядке. И для человека, чье тело столько всего перенесло, оно работает отменно. Удивительно. Так много. Наверное, должен быть артрит в каких-то суставах или что-то такое. Нет, все отлично. Я веду активный образ жизни, занимаясь йогой. Прошел курс лечения стволовыми клетками, чтобы справиться с серьезными травмами и разрывами. Но постучу по дереву, и теперь все отлично. А по поводу повреждений мозга, я просто не знаю. Я как-то сидел и думал о боях, которые провел, особенно в спортзале. В последнем бою я получил технический нокаут. Меня остановили, я пропустил левый хук и не удержался на ногах. Встал и снова получил удар. Бой остановили. Тогда я решил, что пора прекращать. Я работал уже не так самоотверженно, не так, как в лучшие времена. Я много времени уделял стендапу и был не настолько увлечен боем, как в юности. И тогда я уже знал о возможных последствиях, понимал, что происходит. В зале я видел парней после сотрясения мозга. Они невнятно говорили, что-то забывали. У многих это состояние прогрессировало. Меня это очень и очень беспокоило. После жесткого спарринга я лежал в постели с жуткой головной болью и думал, какого черта я делаю со своим мозгом? Что я вообще с собой делаю? Мне очень повезло, что я нашел себя в стендапе. Если бы тогда был UFC, я бы наверняка вернулся к боям. И не было бы тренировок по уму. Я тренировался как придурок, потому что мы тогда не умели по-другому. И скорее всего, я бы получил серьезную травму еще до выхода в октагон. Сейчас у меня бы уже, наверное, была бы очень серьезная черепно-мозговая травма. Да, точно. Это хорошо. Ты ушел в нужный момент и начал заниматься стендапом с открытого микрофона. Да. Расскажи, как это было. Ночи открытого микрофона это очень интересно. Тебя вносят в список, и ты можешь дождаться своей очереди, а можешь и нет. Они просто вычеркивали кого-то. Например, записалось 50 человек, а выступит всего 30. У каждого есть пять минут, а ведущий обычно профессиональный стендапер. Он верховодит, и вот выходят странные люди, которые пытаются заработать на жизнь таким неопределенным видом искусства. По нему нет каких-то специальных курсов, нет учебников. Я бы это сравнил с рэп-музыкой, потому что рэпу можно только учиться у других рэперов. Нет обучающих программ. Ну, сейчас, может, и появились, но я не слышал ни про один официальный курс стендапа. Думаю, в любом случае этому невозможно и научить, потому что все выступают по-разному, и с рэпом то же самое. Нужно просто учиться у людей, которые уже этим занимаются. Хорошо, что теперь стендап стал более открытым и привлекательным. Комики поддерживают друг друга, потому что им больше не нужно записываться в очередь. Сейчас уйма возможностей, площадок, и еще появились YouTube и интернет. Выросло количество людей, готовых помочь, и я лично посвящаю этому много времени. Пытаюсь помочь молодым комикам. Многих приглашаю в свое шоу. Как раз сегодня у меня на шоу будет молодая артистка, которая занимается этим всего несколько лет. Ее зовут Али Маковский. Она реально забавная. Я пытаюсь подбадривать молодых, помогать, давать советы, какие-то подсказки. Если у них был хороший сет, я благодарю их и говорю, блин, это было классно, ты это заслужил. Просто продолжай работать и сможешь сделать карьеру комика. Это непредсказуемый бизнес. Он очень странный, там неопределенный путь. Мне нравится эта форма искусства как зрителю. Я до сих пор люблю смотреть стендап-шоу. Но в былое время все было не так хорошо. Новички подбадривали друг друга, но не профессионалы. Есть один парень, Ленни Кларр, мой хороший друг. Он был бостонской легендой, мне посчастливилось попасть к нему на разогрев. На тот момент я всего один год занимался стендапом, и он дал мне очень дельный совет, который изменил мою жизнь. В прошлом месяце он, кстати, был у меня в подкасте. Я его очень люблю. Когда мне был 21 год, и я был еще совсем зеленый в комедии, он мне очень помог. То есть ты начал так же самоотверженно работать в комедии, как до этого в единоборствах? Да, именно. Я просто помешался на этом. Я мотался по всем открытым микрофонам. Я и мой хороший друг, Грег Фиттсиммонс, мы вместе начинали, и до сих пор хорошие друзья. Мы начали с разницы в неделю. Больше часа мы добирались до Род-Айленда из-за пятиминутного выступления на открытом микрофоне. И всю дорогу назад мечтали, что когда-нибудь станем профессионалами. Это была наша мечта. Мы хотели оплачивать счета, зарабатывая стендапом. Представляли, если бы мы могли зарабатывать комедией? Тогда это была только мечта. Я не смог бы даже представить, что я смогу делать то, что делаю сейчас, и собирать стадионы. На такое я даже не надеялся. Я думал, ну, если все пойдет хорошо, то я смогу сделать это и вот это, но такого я даже не воображал. Все дошло до таких заоблачных высот, какие в те чудные дни в Бостоне. Я не мог даже придумать. Скитался по разным странным клубам, постоянно писал, не зная, как писать, не зная, как сформулировать шутку, чаще ошибаясь, чем попадая в цены. Меня тысячи раз освистывали на сцене. Но ты смог выработать в себе стойкость и возвращался даже после того, как тебя освистали. Промахов всегда больше, чем попадались. Да. Как ты думаешь, чем объясняется одержимость, о которой ты говоришь? Ты говорил, что в школе, если тебя что-то не интересовало, ты не слушал. А если интересовало, то прицельно концентрировался на этом. Это проявилось и в боевых искусствах, и в стендап-комедии. Что способствует этому? Какие черты характера дают тебе возможность сфокусироваться на чем-то одном и исключить все прочее? Не знаю. Может быть, частично это можно списать на мое несчастливое детство. Когда я находил то, что приносило мне радость, то сосредотачивался на этом. А отчасти из-за того, что меня особо не приучали к дисциплине. Я рос, и отчим и мама оба все время работали. Поэтому им некогда было объяснять мне, что делать и как жить. Их не было рядом, чтобы объяснить мне, что все будет в порядке. Они постоянно были заняты. Они возвращались с работы около шести. Я целый день был один. Я и моя сестра. Мы были предоставлены сами себе. Возвращались домой, у нас был свой ключ. Заходили в дом. Это было печально. И когда я нашел то, что приносило мне радость, я делал это на все сто. Я занимался только этим. У меня до сих пор те же проблемы. Когда я зациклюсь на чем-то, нахожу то, что мне важно, то думаю об этом постоянно. Если я загораюсь, это становится как мантра. Постоянно крутится в голове. И приходится отключать ее. А чтобы отключить, приходится сильно постараться, иначе я никого не слышу. Я не хочу ни с кем разговаривать, и я хочу делать только то, что я хочу делать. И больше ничего. Точно. И это становится навязчивой идеей. И это может негативно сказываться на окружающих. Это может быть губительно для отношений, для дружбы. Да, но это необходимо, если хочешь приобрести навыки серьезного уровня в чем-то сложном. Если ты неодержим, то это маловероятно. Необходимо постоянно практиковаться, иначе соперники тебя вытеснят. Я всегда боялся столкнуться с кем-то вроде меня. Это можно понять. Это был страх столкнуться с кем-то, для кого это смысл существования на все 100%. Когда я вышел на ринг и проиграл последний поединок по кикбоксингу, у меня уже не было полной самоотдачи. Я это знал. Я знал, что уже не тот 18-19 летний парень. Тогда я был психопатом. В смысле, я на 100% был погружен в это. А потом, когда начал думать о жизненных перспективах и осознавать последующие проблемы, то стал отдаляться. У меня был бой в Калифорнии в Анахайме на чемпионате США в 80-х. Кажется, это был 86-й или 87-й год. 87-й? Да, скорее 87-й. Я нокаутировал парня, ударив ногой в голову на глазах у его родителей. Люди плакали, а он долгое время был без сознания. Он не приходил в себя целых полчаса. Его унесли с ринга, положили на носилки и отвезли в больницу. Я не видел, как он пришел в сознание. Помню, как подумал, что вполне мог оказаться на его месте. У меня не было иллюзий насчет своей непробиваемости и своей неуязвимости. Я думал, насколько же сильно я его ударил, если пятка болела даже на следующий день. Я хромал, потому что ударил парня по голове, а он упал, как подстреленный. И в отключке он начал хрипеть. Это был не первый раз, когда я делал что-то такое, но этот был самым жестким, потому что парень бежал на меня. Он пытался ударить меня в тот момент, когда я пытался ударить его. Поэтому вся тяжесть его тела присоединилась к моему удару. И я подумал, этот парень уже никогда не будет таким, как раньше. Он никогда психологически не оправится от этой травмы. А если и оправится, это будет очень сложно. Он может на всю жизнь остаться коллегой. Это вполне возможно. А потом я стал думать, хочу ли я, чтобы это случилось со мной в 19? Хочу ли я пропустить удар в голову и никогда не быть прежним в 19-то лет? Это может легко произойти. И еще лет 60 так жить. Да. Это было первенство страны. Он был чемпионом, по-моему, Иллинойса, а я был чемпионом Массачусетса. У него был черный пояс. Он не был новичком, но тем не менее, я смог сделать это с ним. И многими другими. И знал, что кто-то может сделать это точно так же и со мной. Точно. Я знал, что я не лучший в мире, несмотря на то, что был первым в стране. Я не был спортсменом мирового класса. А особенно-то в 19. Эти сомнения грызли меня последующие пару лет и, возможно, стали первым зачатком моего будущего. Я покалечил этого парня и подумал, что буду делать, если это случится со мной. Да, ты сделал чертовски правильный выбор, перейдя в комедию. Теперь ты успешный комик. Ты начинал стендапером в маленьких клубах и когда произошел перелом? Как развивалась твоя карьера? Мне понадобилось несколько лет, чтобы чему-то научиться. Два или три года. А последующие три года мне жутко везло. Тогда я встретил своего менеджера, который со мной до сих пор. Он подобрал меня на открытом микрофоне. Я то там, то сям перебивался оплачиваемыми халтурками, но я был любителем, а он меня нашел. Он искал новые таланты, приехал из Нью-Йорка. Уже тогда он был уважаемым и узнаваемым менеджером и остается таким, конечно, не по сей день. Его зовут Джефф Сусман, и мы вместе уже, боже мой, 28 лет. Да, с тех пор, как я был новичком-любителем. Такой срок говорит об успешном сотрудничестве? Да. Мы вместе уже целую вечность. Так было всегда. Сейчас у нас даже контракта нет, наверное, уже лет 10. Небольшое отступление. В этот период ты находил время на отношения с женщинами? О, да, да, конечно. Когда занимаешься стендапом, то в клубах проводишь только ночью, а целый день можно делать что угодно. Когда я был только стендап-комиком, у меня было полно свободного времени. Конечно, нужно писать шутки, но этим можно заниматься не больше пары часов в день, иначе становится скучно и пропадает смысл. Поэтому ты просто живешь и тусуешься. Иногда лучший способ развиваться в комедии — это социальные контакты. На самом деле, начинающему комику очень важно побывать в разных ситуациях. Можно находиться рядом с людьми, слушать, что они говорят, а затем обдумывать, глупо это или нет. Согласен ты с этим или не согласен. Видишь разные точки зрения и учишься понимать, как ведут себя люди. И это крайне важно. Вокруг меня было много девушек и парней, но я ни с кем не встречался. Я постоянно был в комедии или в ночных клубах, но никуда помимо этого не ходил. Если мне не нужно было ночью в клуб, то я зачастую оставался дома. То же самое было с единоборствами, они давались мне легче. В стендапе было значительно сложнее достичь какой-то уверенности в себе. Во всяком случае, для меня. Что было самым сложным? Ты сказал, что потребовалось два-три года, чтобы приобрести уверенность. Я так понимаю, ты частенько попадал в просаг? Да, да. Даже потом, спустя уже три года, меня могли освистать. У меня могла быть плохая программа, я не знал, как ее сделать. Еще я был необщительным. У меня ушло некоторое время на то, чтобы исправить это. Это была настоящая проблема. В основном, она была связана с воспитанием. Но многое стало и последствием боев. Я не хотел нравиться людям. Мне было это безразлично. Просто ни к чему. Я хотел, чтобы меня боялись. Когда я выступал на ринге, то вообще не пытался заводить друзей. Я старался выбешивать людей. Пока ты дрался, у тебя были подружки? Нет, нет, нет. Настоящих не было. Я бы не смог уделять им много времени. А для успешных отношений нужно много времени проводить вместе. Нужно общаться. Человек должен занимать главное место в твоей жизни. Да. А такого не было. У меня возникали разные ситуации. Я встречался с девушкой в старшей школе. А когда подрабатывал тренером, у меня были ключи от школы. И однажды я взял ее с собой, потому что мне нужно было тренироваться, а она захотела заняться сексом в спортзале. Но я сказал, нет, ни за что. Я бы не стал этого делать. Это же священное место. Не в жизни. Она пыталась дурачиться, но я был непреклонен. Я дал понять, что этому не бывать. Для меня зал был как храм. А ведь я был таким горячим в 17 лет. И сказать в 17-18 лет сексу нет, ну, это было нереально. Думаю, нужно снять ролик, в котором будет сказано, Джо Роган рассказывает историю, в которую не поверит ни один здравомыслящий мужчина. Ну, это было мое прибежище, спасающее от отчаяния. И я не хотел облажаться. Для меня это было проявлением неуважения. Они относились к тебе как к взрослому. Это дорогого стоит. Да, да. Особенно для тинейджера. Если уж повезло, то лучше ничего не портить. Даже когда я был совсем один, я не выходил на мат без поклона. Ух. Даже если зал был совсем пустой, я никогда не заходил на тренировочные маты, не поклонившись. Никогда. 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 Хорошо. Теперь ты занимаешься комедией. Ты сказал, что когда дрался, то полностью посвятил себя этому. С комедией так же? Так с самого начала было? Да. Да, да. Так и было. С самого начала. Как только я понял, что могу этим заниматься. На мое самое первое выступление пришли почти все мои друзья. В первый раз, когда я вышел на сцену, у меня не очень получалось, но кто-то хихикнул и рассмеялся, и я понял, что это возможно, что я могу это сделать. И я стал одержим тем, чтобы выяснить, как этим заниматься, потому что видел в этом свой путь. Я подумал, а это хороший мастер. Можно заниматься тем, что мне действительно нравится. Я был большим поклонником этого искусства. С тех пор, как мои родители взяли меня в кино, и в 14 или в 15 лет я увидел «Бульвар Санса». Это был фильм Ричарда Прайора в театре, где он выступал со стендап-шоу. Я раньше такого не видел. Я тогда подумал, обалдеть, этот парень может просто вот так говорить, и это так смешно. Я чуть с кресла не свалился от смеха. Я смотрел по сторонам, пока шел фильм, и все просто падали со смеху. Да, это что-то. Удивительно, особенно для подростка. Знаю, что ты не должен обсуждать Билла Косби, но я видел его живьем. Я тоже видел, когда работал охранником. Правда? Да, я был охранником Грей Вудс, и там видел Киннисона, Родни Денджерфилда, много разных знаменитостей. О, смотреть, как он доводит зрителей буквально до истерики, сидя на стуле с сигарой, это было что-то. Парень передо мной так хохотал, что едва мог дышать. Его жена толкала его локтем, чтобы он взял себя в руки. Удивительно наблюдать за тем, кто так держит зрителя, и при этом постоянно, до жути, смешной. У него самая печальная история во всем шоу-бизнесе. Наравне с Майклом Джексоном и О'Джей Симпсоном. У этих троих самые трагичные истории из тех, которые я знаю. Точно. Он чудовище. Это сумасшествие. Такой блестящий комик и чудовище. Какого черта? С Косби все так странно, неужели ему это было необходимо? Парень был знаменит и глубоко уважаем в 15 различных сферах. Никогда бы не подумал, что он может насиловать женщин на свидание. Знаешь? Да, он мог просто снимать проституток, если ему нужен был секс. Не думаю, что дело было в этом. Скорее, это была какая-то патология. Ему нравилось проделывать такое. Ну, я просто догадываюсь. Так ведь? Да, должно быть что-то такое, потому что это просто иррационально и... Психическое. Это психическое заболевание. Я этого не понимаю. Я пытался представить, как это было в 50-е, 60-е годы. Думаю, это происходило чаще, чем мы думаем. Подсыпать кому-нибудь наркотики в выпивку было обычным делом. У него даже оставалось немного шпанской мушки, когда он возвращался, подсыпав ее. Ее используют как возбудитель. Думаю, он просто был парнем с раздутым самомнением. Несколько раз наткнувшись на отказ, он не хотел больше такого испытывать. Опять же, это чистое предположение. Мне кажется, что он считал себя лучше других, и поэтому решил, что можно просто накачивать людей наркотиками. Это очень странно, особенно при том, что его юмор был семейным. Он вел себя как образец для подражания и пользовался доверием. Он был авторитетным актером, образцом поведения и оратором. Мне кажется, что-то подобное можно встретить у психоаналитиков, у ученика Карла Юнга, Эрика Ноймана. Одна из фраз, которую сказал Нойман, он написал книгу «Глубокая психология» и «Новая этика» сразу после Второй мировой войны. Это отличная книга. Немного сложноватая, но отлично. В ней он написал «Не кажись лучше, чем ты есть». Он не имел в виду, что не нужно стремиться к лучшему. Это было бы глупо. Он имел в виду «Остерегайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле, потому что та часть вас, которую вы скрываете, уйдет и будет жить собственной жизнью». Вы не принимаете ее и каким-то образом подавляете. Это о живых эмоциях, таких как твоя агрессия. В то время, когда ты был бойцом, она была большой, глубинной частью тебя. Нельзя просто выкинуть ее и притвориться, что так и было, и думать, что она не проявится и не накуролесит, если не обращать внимания. Да. Что-то подобное произошло и с ним. Он разделился на хорошего парня, который пытался быть слишком хорошим, и на чудовище, которое он, очевидно, прятал в себе или вообще никогда не признавал. Это жуткая история и настоящая катастрофа. Конечно, прежде всего, это была катастрофа для жертв, но и как культурный феномен это тоже ужасно. Да, полностью согласен. Говорят, что нужно разделять искусство и автора, но в данном случае это практически невозможно, потому что его искусством было его восприятие жизни. когда смотришь на него, он не художник и даже не создатель кино. Когда смотришь на него сейчас, и он говорит о разных вещах и о том, что я говорил своим детям и при этом делает такой милый папочкин голос, единственное, что приходит в голову, это то, что он насиловал людей, опаивал и насиловал их. Да, все, я не могу больше об этом, ладно. Бесспорно, учитывая его талант, он лучший на все времена. Да. Ну, хорошо. У тебя появился менеджер, причем хороший. Что дальше? Я переехал в Нью-Йорк, а там начал постоянно заниматься стендапом. Мотался по всему городу и с каждым разом становился все лучше и лучше и продолжал работать и смешить. просто мотался повсюду. Через два года... Сколько тебе было, когда ты смог оплачивать все свои счета? Это был твой основной признак успеха? Где-то 26. Да, 25 или 26 лет, когда все начало складываться. О, это неплохо. Ну, я немного зарабатывал, но было достаточно, чтобы есть и платить за аренду жилья. Примерно в это же время я снялся в шоу получасовой комедийный час на MTV. Да, на MTV было такое шоу. И знаю, сколько длилось мое выступление, где-то минут 7 или 10, не очень долго. У меня там была миниатюра, которую я показывал на телевидении. Она хорошо заходила. А после этого шоу посыпались приглашения с других каналов. Я стал получать предложения и не успел оглянуться, как переехал в Калифорнию. Да, через год я жил в Калифорнии и снимался в ситкоме. А потом его отменили, и я планировал вернуться в Нью-Йорк. Ситком назывался Hardball. Это... Да, это было бейсбольное шоу на канале Fox. Ситком о бейсбольной команде. Его отменили, а потом я заключил контракт с NBC. Я собирался вернуться в Нью-Йорк, но сдал свою квартиру. Я ненавидел Лос-Анджелес, ненавидел актеров. Мне не понравилось. Все было так неискренне. Я пришел из мира стендапа, где все максимально конкретно. Либо ты смешной, либо не смешной. А еще был мир боев, который еще более конкретный. И внезапно я оказался среди всех этих людей. Они были полны дерьма и странностей. Они носили маски, чтобы нравиться агентам по кастингу и продюсерам. Все было насквозь, фальшивым. И все это понимали и принимали. Они даже разговаривали фальшиво, и это было очень странно. Мне было сложно с этим смириться. Я терпеть не мог актеров. Единственное место, где я искал убежище... Забавно, но само собой возникало предположение, поскольку ты был хорошим комиком, то станешь и актером. Ну да. Это одно и то же. Нет, нет, нет. Это не так. Дело в том, что многие комики стали супер-успешными в мире ситкомов. Это и Розанна Барр, и Джерри Сайнфилд, и Тим Аллен, люди с головокружительной карьерой, Брэд Батлер. Это потому, что у них было все одновременно. Это было как в 94-м, когда я впервые попал на телевидение. Все настаивали на этом, и агенты, и менеджеры. Все говорили, что я могу заработать огромные деньги. И в итоге шоу отменили, а я сдал свою квартиру. Поэтому я и застрял в Лос-Анджелесе. Я думал, останусь здесь, посмотрю, что произойдет за этот год. А потом я получил предложение от NBC. Они хотели снять меня в ситкоме. Я прошел прослушивание на шоу под названием «Новое радио». В нем снимались Дэйв Фоули, Фил Хартман, Маура Тирни, Ханди Александр, Стивен Руден, Энди Дик и Вики Льюис. Мы снимались в течение пяти лет. К тому времени я много выступал в Comedy Store. Когда это шоу отменили, появился «Фактор страха», и я гастролировал как комик. То есть ты перешел из ситкома в «Фактор страха». Как такое вообще могло произойти? Это была идея NBC. Я с ними работал и нравился им. Еще и потому, что я больше не хотел работать с актерами. Я был счастлив, что в «Факторе страха» их нет. Я подумал, «О, хорошо. Это легко. Я буду просто разговаривать с людьми». И поскольку у меня был тренерский опыт, я тренировал людей для турниров, соревнований, преподавал в Бостонском университете, в своей школе по тэквондо, то я привык учить. Я знал, как воодушевлять и как мотивировать людей, как разжечь в них соревновательный дух. Я понимал в этом. На самом деле ты был одним из немногих, кто был подготовлен к тому, чтобы стать ведущим «Фактора страха». Да, в большинстве случаев. К счастью, когда кто-то нервничал перед заданием, я мог схватить его и сказать, «Посмотри на меня! Ты можешь это сделать! Ты можешь побороть себя! Если ты сейчас отступишь, испугаешься, то сдашься своим страхом и своим переживанием. Они возьмут верх над тобой. А если пойдешь дальше, то поймешь, что можешь и добьешься успеха. Это даст позитивный настрой, и дальше ты будешь только набирать обороты. Ты можешь это сделать». Я мастерски подбадривал людей, умел воодушевить. Это было частью шоу. И это была неожиданность. Я думал, что суть шоу в том, что люди делают все эти сумасшедшие штуки, а я потешаюсь над ними, потому что это часть моей работы, и все счастливы. И все происходит само собой, потому что это реалити-шоу. Но это было игровое шоу и реалити-шоу. Такой как бы микс. Но по ходу дела, особенно когда они по-настоящему нервничали, это было очень напряженно. Были моменты, когда я действительно хотел, чтобы эти люди победили и сделали все возможное. Хотел, чтобы они добились успеха, чтобы подбадривать кого-то. Это основа психотерапии. Сложно заставить людей встретиться лицом к лицу со своими страхами. Ты делал это специфическим образом. Очень и очень уникальным способом. Думаю, это очень убедительно с точки зрения психологии. Есть какие-нибудь конкретные истории того времени? Интересный эпизод из «Фактора страха». Как-то раз была пара, даже нет, не пара, а семья. Отец и сын соревновались с матерью и дочерью. Отец с сыном были придурками, но это было частью соревнований. Они болтали много всякой фигни и были, ну, прям наглые. Они думали, что выиграют. Команда родителей и детей сократились до двух. Мужчина с сыном против женщины и ее дочери. все думали, что эти придурки выиграют. И это раздражало, но женщина с дочкой оказались на высоте. Я помню, как разговаривал с ними и подбадривал, но не был уверен, что они смогут справиться. Какое было испытание? Они должны были взобраться на какую-то высоченную штуку и что-то там сделать. Я толком не помню. Собирали какие-то флажки на время, а придурочный папа с придурочным сыном постоянно лажали. Они все запороли. Запороли, потому что были уверены, что победа уже у них в кармане. но придурки обычно не уверены себе, когда чувствуют, что что-то пошло не так и появился какой-то напряг. Когда они находятся под давлением и наступает момент истины. И все эти вопросы «Кто ты?» «Плевать, кто что говорит?» «Кто ты есть?» Ну, в общем, они расклеились и мать с дочерью победили. А в съемочной группе было около ста человек, которые наблюдали всякое, например, как едят члены животных и там выпрыгивают с вертолетов и все это сезон за сезоном, эпизод за эпизодом и мы сняли около сотни шоу, почти 140 эпизодов. Но именно после этого, после этого шоу все плакали. Все. Хм. Операторы. Да абсолютно все. Справедливость восторжествовала. Так? Это была заслуженная кара. Ну, это было возмездие. Они были неудачниками и можно было наблюдать, как улетучивается их боевой дух. Смотреть, как их побеждают. Это здорово. Знаешь, что меня по-настоящему радует в таких интервью. в основном плачу я, а сегодня это ты, и мне это нравится. Да, я часто плачу. Да. Правда? Да. Да-да-да. Но в основном не из-за грустных вещей. Нет. Я плачу от счастья. Здесь есть о чем задуматься, потому что это не совсем счастье. Так ведь? Когда ко мне подходят люди и рассказывают свои истории, это заставляет меня прослезиться, потому что эти истории чертовски серьезны, но с счастливым концом. И в комедии тоже счастливый конец. Но он жесткий и трогательный. И это заставляет меня плакать. Во мне всегда это было. С детства и вернулась. Во мне тоже, да. Серьезно? Да, всегда. Я всегда плакал от счастья и никогда от чего-то печального. Меня сложно заставить плакать над чем-то грустным. А вот триумф или успех, когда люди пробиваются, или интервью после боя UFC, когда кто-то показывает невероятные результаты, то тут я еле сдерживаюсь. Я так счастлив за них. Так странно, что на ликовании и печаль может быть одинаковая реакция слезы. Да что это вообще такое? Я не понимаю. Естественно, это признак эмпатии. Да, да, определенно это признак эмпатии. А что еще странно, так это то, что я могу объективно анализировать печальные события и не расстраиваться. Могу понять, что это просто жизнь и она такая. Не обрадуюсь, конечно, но и не захнычу. Я не плачу над печальными моментами, так как над счастливыми. это интересно. В каком-то смысле ты приучил себя абстрагироваться от печали, но нет ликования. Я могу объяснить и понять печаль. Пропустить через себя. Я знаю, что это. Но иногда я просто радуюсь за людей, у которых все хорошо складывается. одна из моих тайных слабостей. Мне нравится смотреть «Америка ищет таланты» и ее аналог на BBC. Как называется BBC-версия? «Х-фактор»? Как-то так. Это шоу вызывает во мне те же чувства. Когда смотришь, как кто-то выставляет себя идиотом на сцене и выглядит ужасно по всем статьям, а потом вдруг превосходит сам себя. «Да». «Да». На это стоит посмотреть. «Да, удивительно. Думаю, мы понимаем, как тяжело людям бороться с конкуренцией или переживать сложные моменты. Ты знаешь, с какими страхами и неуверенностью приходится бороться. А еще с реальными физическими задачами. Так много всего происходит. Такое нетерпение, нервы и беспокойство насчет чьей-то победы. Я изучаю человеческую волю. Я люблю истории о дисциплине и успехе, и я не люблю негатив. Я даже грустное кино не люблю. Если кто-то рассказывает про грустное кино, я говорю, «Стоп, я туда не иду, мне не нравится, я не хочу на это смотреть, мне неинтересно, я знаю, что такое тоска». Мне было грустно, и этого достаточно, и это не интересует меня как форма развлечения. Мне нравится успех. Я люблю наблюдать за ликованием, как ярко проявляется сила духа в людях. Поэтому я люблю свои лекции. Поэтому мне так нравится их читать. Я пытаюсь объяснить людям, что у них есть шанс что-то сделать и показать им, что если они понаблюдают за собой, то поймут, что им нравится. По этой причине мы ходим на баскетбольные или хоккейные матчи. когда кто-то дает зрелищную игру, это небольшой триумф человеческого духа. Способность сделать что-то невозможное в данный момент, и все вскакивают в одну секунду. Давай, давай. Да, точно. Я считаю, чем больше таких моментов, тем лучше. Мы так сосредоточены на разрушении, которые сеем на планете, на первородном грехе, слабостях и всех тех ужасных вещах, которые мы причиняем друг другу. Поэтому так приятно видеть, что люди празднуют победу отдельного человека всей толпой. Это свидетельствует о том, что глубоко внутри в человеке есть что-то прекрасное, несмотря на все проблемы. Приятно быть частью этого. Да, полностью согласен. Я думаю, мы слишком часто и слишком много внимания обращаем на плохое в людях. Такое ощущение, что в спорте такого почти не бывает. Это странно, но именно в спорте ты концентрируешься на положительных сторонах, радуешься за победителей. Репортеры не берут интервью у проигравших. Это ведь нормально отмечать триумфы и победы. Никто в этом не сомневается. Но теперь оказалось, что это не так. потому что появились несоревновательные игры для детей. Это часть политкорректной учебной программы. В большинстве случаев здравомыслящие люди празднуют вместе с победившим спортсменом. И это нормально. Итак, фактор страха. Сколько лет это длилось? Шесть лет. Это было хорошее время? Ну, в финансовом плане, да. Это уже что-то. Да, я заработал кучу денег. И это облегчило мое финансовое положение. Кое-что из того, что я делал, мне нравилось, но не так, как хотелось бы. Это не приносило такой радости, как стендап, или как UFC, или как подкаст. Эти три занятия это работа для души. Это страсть. То, чем я чрезвычайно увлечен. Как, например, наш разговор. Я не мог так поговорить. Только ты, я и никаких камер. А я люблю вести такие беседы с интересными людьми. Люблю стендап-комедию. Мне все это нравится. И я не любил «Фактор страха», но это была отличная работа, и я это знал. Понимал, что мне повезло. В этом отношении все было отлично. Но когда все завершилось, я решил, что с телевидением покончено, и в конце я подумал, хорошо, с этим я закончил, и больше не вернусь, и с этого момента я сосредоточусь на своем собственном деле. И тогда я правда сфокусировался на стендапе. Именно после «Фактора страха» моя карьера комика пошла в гору. Пока я был на «Факторе страха», я тоже занимался комедией, но после я начал действительно преуспевать, потому что посвятил этому все свое время. Что такого произошло после «Фактора страха»? Что так ускорило твою комедийную карьеру? Ну, я сделал специальный выпуск для Comedy Central и Spike TV под названием «Говорящие обезьяны в космосе» в 2009 году. Вероятно, это была моя лучшая работа до того момента. С тех пор я постоянно делаю специальные выпуски, примерно каждые два года. И с тех пор успех тебя не покидал. Ты развиваешься в своем ремесле? Да, да, думаю, да. Я становлюсь лучше. В этом деле, чем больше ты сосредотачиваешься, концентрируешься, то тем лучше становишься. Думаю, моя часовая программа, над которой работаю сейчас, она лучше из всех, что я делал. А еще она даже не закончена. Я пишу ее только шесть месяцев, но уже считаю, что это моя лучшая работа. Мне уже не терпится выпустить ее. Спешки нет, потому что с последней программы прошло только шесть месяцев. Скорее всего, я еще год буду над ней работать перед тем, как запишу. Если она уже сейчас так хороша, то готовая будет еще лучше. Да, она как самурайский меч. Гнешь металл и куешь лезвие, потом опять гнешь и опять куешь. Ты поймешь, когда он будет готов. Примерно через год я почувствую, готова ли моя программа. Тогда я начну думать, хорошо, она уже не сырая, может пора в бой, и тогда свяжусь с Netflix. И скажу, ребят, давайте сделаем это. Давайте начинать. Я выберу город, прокручу все в своей голове, выберу название. Я постараюсь следить за тем, что ты делаешь, а потом посмотрю, что получилось. Это будет здорово. Пожалуйста, буду только рад. Я пропустил твое выступление, когда ты был здесь, в Торонто, хотел увидеть твое шоу вживую, думал, это будет бомба. Следующим было UFC? Да. Это тоже было на телевидении? Вообще-то UFC было, когда я был на Ньюс Радио. Работая на Ньюс Радио, я начал работать с UFC в 1997-м. Это было второстепенное шоу. Его запретили на кабельном канале. Можно было посмотреть только по спутниковому ТВ. Это было фрик-шоу. Люди об этом ничего не знали. Мне оно нравилось. Так как я всю жизнь занимался боевыми искусствами, мне нравилось смотреть, как соревнуются разные стили. Шоу не приносило больших гонораров, и тем не менее, оно мне нравилось. Но оно стало мешать другим моим задачам, и я ушел в 1998-м. А где-то в 2001-м году UFC купила новая компания, и тогда... Так, у меня наушники садятся. Нужно вытащить зарядку и вставить сюда. Ты все еще меня слышишь? Да. Все хорошо. Ага. Так. После того, как их купила другая компания, они начали приглашать разных людей на свои мероприятия, и меня тоже пригласили. Я тогда работал на «Факторе страха». Я пошел и посмотрел на шоу вживую. А пока смотрел, общался с Дэйна Уайтом, президентом UFC. Рассказывал ему про спорт и прочее, о чем думал. Я спрашивал его о разных малоизвестных бойцах, спрашивал, интересно ли ему это. О бойцах, которые соревновались в Японии. Возможно, он их не знал. Говорил, что ему нужно их заполучить. И как-то между делом он сказал, «А не хочешь ли быть комментатором?» А я такой ответил, «Ну, я пришел сюда не работу искать, а просто посмотреть шоу». Ну, так мы и стали друзьями, и он уговорил меня заняться этим. Поначалу я работал бесплатно. Около 12 мероприятий я провел за так. Просто ради развлечения. Я сказал, «Раздавай я тебе лето моим друзьям, и я приду, и буду комментировать». Я не воспринимал это всерьез. Даже не предполагал, что это может быть карьера, и я стану известным комментатором в смешанных единоборствах. Я делал это в качестве услуги и развлечения. И знаешь, прошло уже 18 лет, и о чудо, я все еще этим занимаюсь. Предполагаю, теперь они тебе платят? Что? Я не услышал. Предполагаю, теперь они тебе платят. А, да-да-да, и очень хорошо платят. Это хорошо. Я бы сказал, что это более деловой подход. Да, они очень щедрые. Это понятный переход. У тебя искрометное чувство юмора, ты можешь взаимодействовать с публикой, и у тебя есть опыт в боевых искусствах. Поэтому комментатор на UFC это разумно. Когда появился подкаст? Как ты, черт возьми, пришел к нему? Это же было позже. Да, по-моему, я начал подкаст в 2009, и это было развлечение. Совместное времяпрепровождение с друзьями. Мы с моим другом Брайаном установили ноутбук, люди задавали вопросы, а мы просто разговаривали об этом. Потом стали делать это еженедельно, а затем загружать на iTunes, а уже после этого стали приглашать гостей. Прошли годы перед тем, как он начал приносить прибыль, но подкаст всегда был развлечением, как и многие другие мои занятия, изначально они были просто ради смеха. 2009-й это довольно ранний подкаст. Да, очень. В то время немного людей знало о подкастах, да и сейчас многие ими не пользуются. Ситуация начала меняться последние 3-4 года, это сейчас они стали мейнстримным медиафеноменом, но 2009-й был самым началом. подкасты были редкостью. Их было всего несколько. И тогда они еще не были таким обширным рекламным рынком, не так чтобы. Да, рекламы не было, ее не было годами, и лишь потом понемногу она начала появляться. Первое рекламное объявление было про устройство для мастурбации от Flashlight. Забавная история. Сэм Харрис был одним из первых гостей, когда Flashlight был еще единственным спонсором. Так вот, Сэм попросил, чтобы Flashlight не были спонсорами эпизода, в котором он будет участвовать. Я сказал, окей, просто решил остаться без спонсора на неделю. Это забавно по многим причинам. Забавно, что, знаешь, порнография рулит. Да. Зайди в интернет. Да. Это довольно забавно. Еще смешнее то, что парень, который, я полагаю, был генеральным директором Flashlight или занимался маркетингом, в общем, он вместе со мной основал Onnit. Это моя компания, занимающаяся фитнесом и добавками. Мы с ним партнеры, и все пошло с Flashlight. Так началось наше деловое соглашение. Flashlight быстро поняли, что это прибыльное дело быть спонсором подкаста. Если он пользуется уважением и хорошо заходит, что это новая ниша рекламного рынка. Типа, эй, давай запустим бизнес и используем подкаст для его продвижения, посмотрим, как пойдет. Эта идея тоже стала очень успешной, но подкаст вроде как зажил собственной жизнью. Все началось с болтовни с комиками, а потом перешло в интервью с такими людьми, как ты. Это были больше, чем интервью. Это беседы с учеными, археологами, докторами, со всеми. Ты стал разговаривать со всеми. Ну да, 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 со всеми. Действительно со всеми. Все начиналось с комиков? Да, поначалу были в основном комики. Всегда интересно особенно то, чему люди сопротивляются или возмущаются больше всего. То, что мы сейчас видим, это выражение «предоставить платформу». Зачем предоставлять кому-то платформу с такими идеями? Все сводится к концепции подавления мнений, с которыми не согласны. На этот счет я всегда думал, что хочу общаться с разными людьми. Даже если я с ними не согласен, мне интересно разобраться, почему они так думают. Да, здесь тоже элемент полезного несогласия. Вроде как «Я, черт возьми, буду разговаривать с кем хочу». Меня не волнует, что об этом думают. Я брал интервью у Майла и говорил о людях, о которых нельзя говорить. приблизительно неделю назад. Да, недавно. Тебе из-за этого дали жару? Запись еще не показывали. Не думаю, что будет много шумихи. Мы не затрагивали политические вопросы. о чем вы говорили? У нас была психологическая дискуссия. Мне было действительно любопытно, как его облапошили, когда он рассказывал о сексуальном насилии над ним в детстве и каким-то образом его оправдывал. Я посмотрел то интервью и сразу понял, что у него проблемы. Я подумал, нет, ты сказал то, что тебе нельзя говорить. Я думаю, отчасти мое отношение было двойственным, потому что я смотрел на это еще и как врач. Мне казалось, что со стороны Майла было достойным восхищения отказаться от позиции жертвы, потому что он был анти-жертвой. Он сказал, я был полноправным участником. Тогда мое клиническое альтер-эго подумало, нет, парень, ты не пересматривал те воспоминания. Ты думаешь о 14-летнем Майло как о взрослом и не думаешь о 14-летнем Майло ребенке. Мне было грустно это видеть. Часто люди после травмы не отдают себе отчета в том, с чем была связана травма. Они как будто застревают. Представьте, что на пути возникает непреодолимое препятствие и не дает вам продвинуться дальше. Но вам необходимо его преодолеть, чтобы нормально развиваться. Это необходимо, чтобы вырасти, но вы не можете. Поэтому ходите вокруг и оставляете позади ту часть себя, которая могла бы развиваться. Он не справился с проблемой, может быть, это то, что ты испытывал на факторе страха. Может быть, поэтому на тебя так эмоционально влияет триумф. Возможно, это то, с чем ты не можешь справиться. Есть часть тебя, которая в каком-то смысле там застряла. Это то, что описал Фрейд, черт побери, уже 120 лет назад, что люди или какая-то их часть будут застревать в определенном возрасте из-за каких-то событий. Я видел, что это произошло с Майла. Я подумал, что он оказался в тяжелом положении, потому, что подвергся растлению. Он не хотел играть роль жертвы, хотя он ей был. Это было чертовски странно. И то, как он говорил об этом, можно было исказить, неверно истолковать. Это могло легко сойти за оправдание педофилии. Еще он сказал, знаете, это было в порядке вещей в обществе гомосексуалистов. И я подумал, что его разорвут на клочки из-за того, что он сказал. В интервью он упомянул, и это было странно. Он сказал, что его выбили не левые, а консерваторы. Они были в ярости, потому что он должен был выступать на общественно-политическом канале. Типичные республиканцы, не такие, как Трамп, более классические консервативные республиканцы не считали Майла Янополуса подходящей кандидатурой для выступления. Он считает, что фактически его уничтожили умеренные правы. Это было интересно, и я этого не ожидал. Мы также немного поговорили, я не могу рассказать тебе всего, потому что когда никто не будет смотреть этот проклятый подкаст или слушать его, но он также существенно изменил свою точку зрения на то, что случилось с ним в 14. Он описывает процесс, через который он прошел, чтобы переосмыслить эти споры, которые он вызвал. Интервью длилось пару часов. Я спросил, как у него дела и что он собирается делать. Это тоже было интересно узнать. Но мы не обсуждали даже что-то отдаленно касающееся политики. Я был рад поговорить с ним. Особенность таких людей, как Майло, в том, что им наплевать, что говорят, а Джонс такой же. Думаю, и Томми Робинсон тоже, если уж на то пошло. Эти люди интересны, странны, и они влияют на мир. Что ты будешь делать? Тебя это заинтересовало? Это как раз касается лишения платформы. Считается, что ты не должен иметь иного мнения. А если твое мнение отличается от общепринятого, то тебе негде будет его высказать. Это извращено даже больше. Идея в том, что если даешь кому-то подобному платформу, захочешь поговорить, значит, ты с ними соглашаешься. Это признание виновности по ассоциации. Ужасно. Что это значит? Ты можешь разговаривать только с теми людьми, которые придерживаются таких же этических взглядов, что и ты во всем? Это глупость. Это как история с данными и обществом, которая объединила всех в группу крайне правых, потому что они разговаривали с людьми, придерживающихся правых взглядов. коммунист? Я ответнул ту даму, когда она это написала. Я спросил, если Барбара Уолтерс брала интервью у Кастро, это делает из нее коммунистку? По сути, я считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы разговаривать с людьми. Майло был сам себе злейшим врагом из-за своего провокационного поведения. Сейчас перевернули многое из того, что он говорил, и обратили против него самого. Вас с ним объединяет то, что ленивые люди, не разбирающиеся в нюансах, относят вас в категорию, к которой вы не принадлежите. И эта категория крайне правых нацистов или белых шовинистов. Что бы то ни было, они причисляют вас к какой-то группе. Затем в обществе, чтобы соответствовать идеологии, чтобы вписаться в эту общую мысль, необходимо принять эти определения, что этот человек плохой, что Гэвин Маккинес нацист, Майло Янополос нацист, что эти люди это проблемы. Без реального понимания, кто они на самом деле, без какого-либо реального понимания вообще. То же самое случилось с Саргоном из Аккада, так ведь? Да. Кстати, скоро мы запускаем свою альтернативную социальную медиаплатформу. Сейчас тестируем технологию. Я провел дебаты со Славой Жижеком в прошлую пятницу. Гипотетически он ведущий философ-марксист. Выяснилось, что он вовсе не марксист. Он называл себя гигельянцем. Это уже совсем не марксизм. В общем-то, это не было дебатом. Я просто полчаса критиковал манифест коммунистической партии, что не составило мне труда. А потом у нас была довольно своеобразная и продуктивная полуторачасовая беседа. В любом случае, Сингспот протестировал свою технологию прямой трансляции, и у нас есть несколько интересных функций, которых нет на других платформах. Это будет подписка и отчасти это замена Патреум. Мы хотим, чтобы была возможность монетизации для авторов, но у нас новые отличные от Патреум условия. Главное будет в том, что после регистрации на нашей платформе мы сможем удалить вас только если это будет предписано постановлением суда США. Это основная идея. Мы пытаемся создать платформу для борьбы с цензурой. Есть еще одна уникальная классная функция. Возможно, тебе она будет интересна, судя по подкасту. Если слушать подкаст через нашу платформу, можно вырезать 30-секундный клип, пометить его и написать комментарий или создать обсуждение, а потом отправить его другу или запостить. Таким образом, можно постоянно вести разговоры в аудио и письменной форме по контенту подкастов. Мы хотим сделать то же самое для видео на YouTube, чтобы люди могли вырезать эпизоды и делиться в своих соцсетях и постить, чтобы другие могли посмотреть. Мы надеемся таким образом выстроить настоящий диалог. Мы можем добавить диалоги в подкасты и YouTube, и в книге тоже. Если покупаешь электронную книгу на платформе, ее можно будет комментировать. Это значит, что любая книга, купленная на нашей платформе, может стать центром многостороннего обсуждения. Мы можем сделать это с книгами, которые находятся в общем доступе. Например, сейчас мы планируем опубликовать по ту сторону добра и зла Ницше. И я собираюсь начать ее комментировать. Если взять Библию, люди комментируют ее уже пять тысяч лет. В каждом стихе присутствует Бог, а по этим стихам пишут целые книги. Этот документ, привлекающий тысячи и тысячи людей к обсуждению. Платформа позволит людям обсуждать великолепные произведения искусства, а также текущие дела и события, например, подкасты и видео на Ютьюбе. Еще она круто оформлена, очень профессионально. Мы надеемся, что сможем привлечь на нее людей, заинтересованных в интеллектуальном общении, и, возможно, начнем их уводить с Ютьюба и других канал. Наша антицензурная политика – это плюс. Поначалу мы будем присылать приглашение, чтобы протестировать ее, убедиться, что эта штука работает, и мы не ошиблись. Это долгий путь. Надеюсь, у нас уже есть 4, 5, 6 заинтересованных ребят. Рувим собирается использовать ее, я, Джеймс Алтучер, Джока Виллинг, Майкл Шермер и Карл Бенджамин Саргон из Акады. По сути, они будут нашими первыми испытателями. Звучит заманчиво. Да, жду не дождусь. Если эта чертова штука заработает, я хочу с тобой обсудить. Да, конечно, я был бы рад попробовать. Хорошо, сообщу разработчикам. Думаю, функции будут крутые. мы настроили их так, что можно будет проголосовать за или против комментариев. Если голоса против будут больше 50 на 50, комментарий будет скрыт. Его все еще можно будет посмотреть, если кликнуть, но он будет скрыт из основного обсуждения. не знаю, будет ли правильным деление на 50 на 50, это еще обсуждается. Еще мы попытаемся контролировать глупый троллинг. Думаю, мы введем требования по минимальной длине письменных комментариев, чтобы нельзя было написать просто 4 слова, например, «Этот парень гребаный идиот». Такое нам не нужно. Минимальная длина комментария будет 50 слов, поэтому придется предварительно подумать, и даже если это тролль, это должен быть чертовски остроумный тролль. Это великая битва, так? Платформа будет таким образом бороться с троллями. Великая битва это избавиться от цензуры. Мы хотим, чтобы люди могли выражать свое мнение, но есть разница. Она тонкая, но есть между продуктивным диалогом и провокацией безостроумия с целью создать проблему. Столько людей, которым просто скучно, и они используют интернет таким образом. Они сидят на работе целый день в своих коморках, и их единственная радость это докапываться до людей в интернете. У моего продюсера Джемми есть друг, который этим занимается. У него куча аккаунтов, с которых он всех троллит. Он пытается троллить знаменитости и получить от них реакцию. В этом весь смысл. Так он развлекается на работе. Это та же самая темная сторона, которая в гораздо большей степени проявилась с Билли Косби. Да, он депрессивный парень. Ему в жизни не повезло. Он олицетворяет все то, чего можно ждать от человека, который развлекается таким образом. Точно. Его проблема в том, что ему нужно принять эту часть себя. Если он признает в себе агрессию, смириться с ней, то сможет принять ее. Тогда он сможет сосредоточиться на своей жизни. Как ты сказал о том, что был зациклен, когда начал заниматься боевыми искусствами. Тебе просто надоело, что тебя все поняли. И ты хотел это изменить. Совершенно очевидно, что твоя агрессивная часть глубоко интегрирована в характер. Она не прячется в темном углу, творя разные глупости, на которые ты не обращаешь внимания. Она на виду. А этот парень, о котором ты говоришь, он разделился на кроткого, подавленного, беспомощного с одной стороны и жестокого, обиженного и озлобленного с другой. Если он объединит эти две части, то вернет себе часть своей личности и ее развитие. А так это просто пустая трата времени. Думаю, многие люди чувствуют себя абсолютно беспомощными. Они считают, что единственный способ, которым они могут привлечь внимание, это доставая тролля или говоря о гадости. Пожалуй, многие выбирают этот гнусный путь, который в любом случае деструктивен и приносит только горечь. Они не могут правильно реагировать на то, что происходит у них в жизни и испытывают постоянную тревогу. Таро писал, большинство людей ведут свою жизнь в тихом отчаянии. За исключением троллей, они живут в шумном отчаянии. Да. Потому что интернет предоставил им такую возможность. Да. Джордан, слушай, нам пора сворачиваться. К сожалению, мне нужно идти. Это был отличный долгий разговор, но временный исход. У тебя есть еще 30 секунд? Да, конечно. Давай закончим. Я хочу спросить, какие у тебя планы? Что ты собираешься делать? У тебя сумасшедшие охваты. У тебя это чумовая платформа. Чего ты ждешь в результате? Я просто наслаждаюсь процессом. Я хочу продолжать то, что делаю. Я счастлив, что людям нравится шоу. Я очень-очень рад, что оно оказывает положительное влияние на них, что они черпают в нем вдохновение, получают информацию, развлекаются и образовываются. Это очень много значит для меня. Я люблю свое дело. Мне нравится делать подкаст, нравится стендап. Я люблю все, что делаю. Я доволен своей карьерой и семейной жизнью, и невозможно быть счастливее. Я просто хочу продолжать все это. У меня нет никаких сумасшедших стремлений, кроме как продолжать совершенствоваться во всем, над чем я пытаюсь работать. Это и так уже сумасшедшие стремления, приятель. Ты и так делаешь, маловероятно. Я не говорю, что не нужно надеяться на то, что все станет еще лучше, но продолжать то, что и так идет отлично, это, на мой взгляд, большая задача. Когда работаешь над чем-то, пытаешься развиваться, всегда есть к чему стремиться, всегда есть возможность совершенствоваться в чем угодно, в личных качествах, в работе, во всем. Вот к чему я стремлюсь, к совершенству. Хорошо быть пределом совершенства. Я хочу тебя поблагодарить. хочу, чтобы ты знал, что то первое интервью мне очень помогло. Я каждый раз с наслаждением беседую с тобой, и наши разговоры очень действенны. Они оказали огромное влияние на мою жизнь, и их посмотрело много людей. Мне кажется, что у нас очень продуктивная серия бесед, и я хочу сказать тебе спасибо. Спасибо, что пришел на подкаст, друг. Я был рад. Мы обязательно поговорим о Сингспот, когда посмотрим, как он работает. У меня не было никакой надежды на его успех, когда он был в уродливом зачаточном состоянии, но это чертовски интересно, и там есть несколько крутых функций. Хорошо иметь платформу без цензуры, главное понять, как это сделать. Звучит впечатляюще, буду с нетерпением ждать, когда можно будет протестировать. Хорошо, приятель. Спасибо, Джордан. Тебе спасибо. Был очень рад. Удачи в совершенствовании и жду не дождусь твоего шоу. Спасибо, дружище. Чао, Джо. дружище. 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 Продолжение следует...